Говорят, глубокая ночь, глубокая осень. Вспоминая 1943 год, мне хочется сказать «глубокая война». Мир уже забылся и еще не мерещился. В тот год все переменилось. Началось освобождение нашей земли от захватчиков. В начале июля на Курской дуге немцы попытались перейти в наступление, их остановили, потом отбросили. Две недели спустя возле Карачева я увидел указательный столб. До Берлина 1958 километров. Было это в сердце России. Немцы еще удерживали Орел, а какой-то весельчак уже подсчитал, сколько остается пройти его батальону. Читателя может удивить, даже рассердить, почему я столь коротко пишу о важнейших годах в мировой истории и моей жизни. Но я предупреждал, что не покушаюсь на труд летописца. Название этой книги я понимаю так. Люди и годы — это жизнь. Моя жизнь — одна из очень многих. Годы войны были длинными. Никогда, ни до того, ни после я не встречал столько людей. Порой в течение одного дня я беседовал с десятками людей, которых прежде не знал. В блиндаже или на лесной лужайке выслушивал смешные истории, долгие реляции, душевные признания. Я хорошо помню отдельные лица, фразы, хаты, развалины. Но не помню, кто мне сказал. Злоба сердце выгрызла. Не помню, где хоронили ночью убитого офицера и кто тогда говорил. Старший лейтенант войдет с нами в Киев. Не помню, в каком городишке, сожженном дотла, я вдруг, отчаявшись, молил девочку с жиденькой косичкой. Да ты не плачь! Не то я заплачу. Сожженные села, разбитые города, обрубки деревьев, завязшие в тени машины, санбаты, наспех вырытые могилы. Все это сливается в одно. Стояла глубокая война. Если бы я писал сейчас роман или повесть, то у меня хватило бы воображения, чтобы показать отдельных людей, окрестить их, разместить в брянских лесах или на другом берегу Десны. Но я дал себе слово в этой книге ничего не придумывать, даже если связанный вымысел может показаться правдоподобнее разрозненных страниц действительности. Сплошь да рядом о людях, выполнявших роль статистов, я говорю обстоятельнее, чем о героях, и малопримечательные эпизоды занимают в книге больше места, нежели патетические события. Ничего не поделаешь, я ограничен памятью. А у памяти свои законы. Человек не знает, почему ему запомнилось одно, и почему он запамятовал другое. Есть мемуары, в которых на помощь автору приходит билетрист, заполняя бревшие увлекательными новеллами. Есть и другие. Автор прочитывает много книг, старается объективно установить, чем жили люди в описываемые им годы, дать верную картину эпохи. А я говорю только о том, что запомнил. У меня сохранилось несколько записных книжек военных лет, но записи беглые, скудные. Был там-то, говорил с тем-то, вереницы имен, названия деревень, номера вражеских дивизий, отдельные фразы. В июле 1943 года я был под Орлом. Лето стояло изумительное, с частыми шумными ливнями. Трава была ярко-зеленой. Никогда, кажется, не видел я столько полевых цветов. В лесной гуще прятались наши танки. Порой я набредал на подбитые немецкие. Новинки того сезона — тигры, фердинанды. В штаб генерала Баграмяна помещался в построенном немцами поселке с березовыми верандами и беседками. Кругом было много деревень, сожженных еще прошлым летом за связь с партизанами. Все заросло бурьяном, и только свежие надписи «Михайловка» или «Бутырки» напоминали, что здесь жили люди. В книжке название «Льгова», «Кудрявец», «Стайки», «Баяновичи», «Пеневичи», «Хвастовичи». Осенью я увидел Украину. Глухов, Клешки, Чаплеевка, Оптов, Короб, Понорница, Коробковка, Щерс, Городня, Дубрянка, Кусок Белоруссии, Марковичи, Грабовка, Васильевка, Горностаевка, Тереховка, Тереха, Снова Украина, Красиловка, Козелеца, Стерлетки, Бровары, Богдановичи, Семиполки, Правый берег Днепра, Жары, Лютиш. Почему я переписал эти названия? Для меня они звучат, как стихи. В них и прошлое, и скромная, стыдливая красота, да и связаны они с подвигом многих, положивших свою жизнь за то, чтобы освободить старые, насиженные, надышанные гнезда, которые в сводках именовались населенными пунктами. Под Орлом командир батальона майор Харченко позвал меня обедать. Это был смуглый человек с большущими усами. Он рассказывал, как его старая мать пряталась среди развалин Сталинграда, хитро подмигивая, объяснял предстоящую операцию. «А мы их в клещи, мы теперь ученые». Младший лейтенант Иоанн Сян говорил, «Он подлец до Кавказа дошел, ко мне в гости навязывался, я ведь бакинец, а я вам откровенно скажу, я его и тогда презирал. Танкист Красцов мне сказал, Галей ее зовут. Вот фото. Ничего особенного, а, по-моему, исключительное. Может быть, она про меня забыла, не знаю. Я из Пскова. Говорили, будто успела выбраться. А как ее найдешь? Я вам говорю, вы писатель, значит, должны понять, что я такое. Обыкновенный человек, член партии, до войны работал зоотехником. А я теперь все понял. Скорее всего, убьют, воюю сначала, два раза был ранен, выкарабкался. В общем, это не главное. У меня такое в голове, что смешно сказать, будто я не Красцов Степан, а Пушкин или Есенин. Что стало с этими людьми? С молоденьким автоматчиком Митей Буйловым? Вернулся ли с войны лейтенант Плавник? Жив ли сапер Ефимов, который первым переплыл в СОЖ? Возле Орла я встретил генерала Федюнькина. Не знаю, как дальше сложилась жизнь Ивана Федоровича. В Броварах вместе с Гроссманом мы просидели полночи у генерала Мартиросяна. Он поразил нас человечностью, гуманизмом, необычайным благородством мыслей и чувств. Мы возвращались в темноте. Приднепровские пески, освещаемые фарами, казались снегом. В небе висели яркие ракеты. Василий Семенович говорил, вот идешь и попадаешь на такого человека. В мирное время видишь человека изо дня в день и ничего о нем не знаешь. У каждого свое дело, свой дом, своя скорлупа. А на войне все путается. Люди раскрывают душу, встретил человека и сразу потерял. Генерал Мартиросян в 1963 году написал мне, что он вышел в отставку и живет в Ереване. Иногда я получаю неожиданно письма от старых фронтовиков, с которыми я встречался или переписывался в годы войны. В августе 1942 года по просьбе танкистов-комсомольцев командир 1-го батальона 4-й гвардейской бригады полковник Бивиков зачислил меня почетным красноармейцем в один из экипажей. Отсюда пошла моя дружба с танкистами-тацинцами, особенно со старшиной Чмилем и лейтенантом Баринбоймом. Встречался я с тацинцами в Белоруссии, был у командира корпуса генерала Бурдейнова, он меня познакомил со многими бойцами, бывали тацинцы и у меня в Москве. Сохранились некоторые письма. В 1942 году Чмиль писал «Я еще молод, год рождения 1918-й, родом я из славной и любимой Полтавщины с белыми хатами и зелеными садами. Не раз смерть заглядывала в мои веселые глаза, но я не трусил». Подумаешь, и обидно становится, как мы жили счастливо и весело. У меня были четыре сестренки, все меньше меня, у меня были папаша и мамаша, у меня была любимая девушка. Иван Васильевич провоевал до конца, был восемь раз контушен, несколько раз выбирался из сгоревших танков, словом хлебнул горе. После войны он женился, учился в техникуме. Теперь он в городе Шауляй, сотрудник горфин отдела, жена его Антонина Васильевна работает на эпидемстанции. У них трое детей, Игорь, Виктор и Наташа. В 1956 году он писал мне, «Да, никому не хочется снова пережить ужасы войны. Обжились мы, все отстроили, семьи заимели, привыкли к мирной, счастливой жизни. Игорь уже ходит в первый класс. И все же есть в мире черные силы. Неужто мне еще придется сесть за рычаг Т-34?» Баренбоем работает в Одессе. Как-то я получил от него письмо, он просил заступиться за парнишку, поэта, попавшего в беду. Чмир мне написал, «Я думал, что вам известно, что Александр Баренбоем погиб. Он был настоящим воином, был золотой человек. Погиб он в феврале или марте 1944 года между Смоленском и Оршей». Я ответил Ивану Васильевичу, что Баренбоем жив, послал адрес и получил вскоре письмо. «Саша — это любимиц и герой всего нашего корпуса, любимиц всего личного состава. Оказалось чудо. Он был тогда тяжело ранен и чуть не отдал душу Богу. Он выжил и в нашу часть не вернулся, и мы считали, что он погиб». Мне трудно объяснить, почему меня так радует письмо Ивана Васильевича и Александра Менделевича, ведь встречался я с ними редко. Но вот их судьба меня волнует больше, чем судьба многих людей, с которыми мне приходилось встречаться слишком часто. Обрадовался я и письмо снайпера Хандогина, с которым я переписывался в военное время. До войны, говорил Никифорович, бил в тайге пушного зверя. Теперь он работает на строительстве пилорамщиком. «Стала болеть раненая нога, а работать надо, у меня четыре иждивенца. В первые годы после войны еще ходил в тайгу охотиться на медведей, добывал соболя, белку, а сейчас не могу. Да и ружье подаренное утопил в реке, сам еле выбрался. Очень хотелось бы встретиться с вами в мирной обстановке, дома, среди семьи. Вот если бы вы приехали ко мне в гости». Вернусь к 1943 году. Стояла теплая осень, с грибами, с паутиной в лесу, с ясным далеким небом. Все, казалось, настраивало на мир, на любование. А приходилось видеть страшное. В Белоруссии немцы, отступая, аккуратно жгли села, убивали скот. У обочин валялись мертвые коровы со вздувшимися животами. Пахло гарью. В селе Богдановича остался только старик. Он сидел на солнце. Я попытался заговорить, он не отвечал. На земле лежали буханки хлеба, кусок сала. Видно, солдаты положили. Старик сидел и глядел в одну точку. В козельце женщина рассказывала, сколько Шури было. Двенадцать годов. Она у Луши меньшая. Лушу застрелили, а Шура просила немца, дяденька, не убивай, я жить хочу, пошли лучше в Германию. Он ее сначала оставил, даже колбасы дал, а потом не выдержал, застрелил. В маленьком козельце гитлеровцы расстреляли восемьсот шестьдесят человек. Возле Триполья, на дороге Вабухов, я видел яр и дощечку. Здесь 1 июля 1943 года немецкими палачами замучено и расстреляно семьсот человек. Стариков, женщин, матерей с детьми. Среди них Мария Билых с пятью детьми и шестидесятидесятилетней матерью, и Горбаха Дуня с двумя сыновьями. Житель Пирятина, Чапуренко, рассказывал, как его пригнали рыть яму. Гитлеровцы убили тысячу шестьсот евреев. Чапуренко вдруг услышал, его окликали. Среди трупов был Рудерман ездовой валичной фабрики. Лицо у него было в крови. Один глаз вытек. Он просил, «Добей меня!» «Живыми зарывали!» «Земля ходила!» Рассказывала женщина. Я видел предателя старосту. Он держался спокойно. Из-за него убили женщину с грудным ребенком. Он мне сказал, «Зря народ волнуется!» Сами сказали, «Иди в старосты!» А что я плохого сделал? Давал характеристики и только. Пальцем никого не тронул. Лошадей не было. Пахали на коровах. Возле Васильевки корова тащила лес. Колхозница причитала, «Ослепла коровушка!» «Не может она!» «Идет, а не видит!» «Да и я надорвалась!» «Гляжу и не вижу!» «Да разве можно так жить?» У коровы были очень ясные и спокойные глаза, а на спине большая плешь. «Теперь легче будет, наша берет!» Рассуждал старик. «На покрова малина — это на жизнь!» «На правом берегу Днепра крестьянка крестила солдат, грузовики, орудия. Пять часов встаю, а все идут, идут. Немой-то гуторил, что у русских нема ничего. Я сидел ночью у СОЖа. Немцы бомбили мост. Восемь прямых попаданий. Саперы не прекращали работы. Санитары уносили раненых, убитых. Все выглядело скромно, серо, работали с топорами, с пилами, с молотками. Я вспомнил пантанеров Эбра. Там было много романтики, песен, шуток. Видимо, это в характере народа. Русские очень любят театр, а в жизни не терпят ничего театрального. Не верят оратору, который говорит красноречиво, стыдятся патетичного. Даже смерть представляют будничную. Говорили саперы о работе, о том, что для моста лучше всего бочки, что вода холодная, нужно вбить сваи, а тут немец путается, мешает. В Чернигове было тихо. На земле валялись как штаны, похожие на полированные камешки. И я вспомнил, как ребенком в Киеве играл с такими камешками. Разрушенный дом. Осталась только мемориальная доска. Здесь помещалась гостиница «Царьград», где останавливался Пушкин, жил Шевченко. Я думал о красоте старых церквей, о мире. Вдруг начали бомбить. Убили девочку. В Васильевке из 600 дворов уцелели 30. Крестьяне прятались в лесу. Фашисты поймали 37 человек и убили. Убили глубокого старика Полонского и 13-летнего Адама Филимонова. Жена одного из расстрелянных говорила, «Ты напиши. Жить мы не сможем. Душа не выдержит». Факельщики жгли за селом село. Клали солому, не жалели горючего. Жгли не от злобы, а деловито выполняли приказ. Сожгли тереховку. Колхозницы поймали одного факельщика, он залез в скирт. Закололи вилами. У одного старосты нашли список расстрелянных. В списке Музалевская Римма Николаевна, трех лет. Давыдов Виктор Михайлович, одного года. Повесили предателя. Он висел очень длинный, бороды теребил ветер. Женщина подбежала к нему, вцепилась в бороду, хотела вырвать и вдруг закричала. До сих пор слышу этот крик. В Корючкове священник пошел к немцам с крестом, просил пощадить село. Его расстреляли вместе с попадьей. Вот еще рассказ, записанный в книжечке. Она, конечно, чужая. Одни говорили, будто еврейка, другие, что с партизанами дружила. Одним словом, немцы повели ее на площадь. А у нее дитё. И она дитё хотела укрыть. Ее, конечно, застрелили. А дитё живое, ползает. Мы просили, дай дитё. А один немец, молодой, выбежал, схватил и головкой о камень. Глухов, козелец, немцы, уходя, не успели сжечь. Сожгли потом с воздуха. Я радовался, видя чудом уцелевшую деревню. Помню, как семидесятилетний колхозник Иллистратов строил хату. Его дом сожгли. Я спросил его, не слишком ли тяжела работа. Он улыбнулся. Ничего. Дострою. Это не для себя. Мне-то помирать пора. А тут вот солдатки. Мужьёв у них поубивали. А жить нужно. Белел песок. Фотокорреспондент Кноринг снимал понтоны. А в воде фыркал от удовольствия солдат. Дождался. Днепровская вода. Такой другой нет. Вечером мне рассказали, что он погиб. Только мы отъехали от берега, как начали бомбить переправу. Боюсь, эти несвязанные картины мало что скажут читателю. Люди постарше прошли дороги войны, видели, помнят. А молодые знают по десятку романов. Да я и не собираюсь воссоздавать облик войны. В 1943 году я разы два или три ходил на собрания московских писателей. Тогда требовали монументальных полотен. Искусство должно было подавлять размерами. Лет пять спустя начали строить высотные здания. А во время войны было недостроительство. И вот писателям предлагали срочно изготовить литературные небоскребы. Многие писатели хмурились и молчали. Мне казалось, что в те годы нужно было не создавать литературу, а ее отстоять. Язык, народ, землю. Я продолжал заниматься неблагодарной работой. Каждый день писал несколько статей. В записной книжке у меня помечено, что в октябре я написал восемь статей для заграницы, шесть для московских газет, семнадцать для фронтовых. Я не мог не писать. Приходили бойцы, говорили, почему про Осипова нет. Когда паром затонул, он выручил. Напишите про Хакимова. Может, родные прочитают. Товарищ Илья, расскажи про снайпера Смирнова. Он вырежет, матери пошлет. Враг был еще очень силен. Нужно было показать, что он душевно надломлен, что контратаки у Житомира случайный эпизод, что никакие тигры не спасут Гитлера. И за дня в день продолжал я писать о зверствах фашистов. Того требовали не только бойцы, но и совесть. Желтые, полуистлевшие листы газет. Я могу по ним восстановить отдельные боевые эпизоды, припомнить, где я был. Но в них нет ничего о моей личной жизни. Я писал о том, чем жили тогда все, о горе народа, о ненависти к фашистам, о мужестве. Дневника я не вел, но порой писал стихи, короткие и непохожие на мои статьи. В стихах я разговаривал с собой. До лета 1943 года мы жили в ожесточении. Было не до раздумий. Стихи снова стали для меня дневником, как в Испании. Сейчас, сопоставляя то или иное стихотворение с короткой заметкой в книжечке, с отдельной фразой в статье, я вспоминаю, о чем думал, вспоминаю тоску, отчаянье, надежды. Вспоминаю, как ехал из Васильевки в Тереховку. И счетлели головни. Породила женщина. Мы ее окликнули, она не ответила. Потом мы заночевали в хате. Я подложил под голову шинель, она пахла дымом. Я запомню, как последний дар, этот сердце леденящий жар, эту ночь, похожую на день, и средь пепла горестную тень. Запах гари едок, как беда, не отвяжется он никогда. Он со мной, как пепел деревень, как белесая больная тень, как тифозной бредовой беды красные и черные скирды, как огрызок вымершей луны средь чужой и новой тишины. Мне было за пятьдесят, я невольно вспоминал Первую мировую войну, Испанию. Было что-то нестерпимое в повторности и картины чувств. Мой век был шумным, люди быстро гасли, а выпадала тихая весна, а напугала видимостью счастье, как на войне пугает тишина. И снова бой, и снова пулеметчик лежит у погоревшего жилья. «Быть может, это все еще хлопочет ограбленная молодость моя». 1943 не походил на 1941. Понемногу все становилось привычным. Разбитые города, развороченная жизнь, потеря близких. Но если можно ко всему присмотреться, даже к войне сердце не мирится с всеобщим горем. Кто из нас не мечтал тогда увидеть другое? Было в жизни мало резиды, много крови, пепла и беды. Я не жалуюсь на свой удел, я бы только увидать хотел день один, обыкновенный день, чтобы дерево густая тень ничего не значило, темна, кроме лета, тишины и сна. Я писал в этой книге, как немцы, отступая, подпиливали или рубили плодовые деревья. Я это видел в 1916 году в Пикардии и снова увидел в 1943 году на Украине. Был час один, душа ослабла. Я видел глухого сады и срубленных врагами яблонь еще не зрелые плоды. Дрожали листья, было пусто, мы постояли и ушли. Прости, великое искусство, мы тебя не сберегли. Много лет спустя редактор моей книги, дойдя до этого восьмистишья, уговаривал меня изменить последнюю строку. Почему и хорошо не сберегли искусство, но сберегли другое? Да, но и много, очень много потеряли их. Почему я вспомнил про искусство? Да потому что яблоню нужно вывести, вырастить. Это не дичок, потому что думал не только о развалинах Новгорода, но и о молодых поэтах, погибших на фронте, потому что для меня искусство связано с подлинным счастьем, с тем высшим миром, где даже печаль светла. Кто знает, как мы ненавидели войну, а другого не было. Фашисты несли с собой дикость, зверство, культ силы, смерть, народ мужественно сражался, но мы твердо знали, что люди родились не для того, чтобы взрывать танки и гибнуть под бомбами, знали, что враг навязал нам ужасающее затемнение. Я писал, это было вскоре после того, как я увидел виселицу бородатого предателя. Скажи, здесь тоже жизнь была, дома в горячей зелени. Молчат и небо, и зола, и картузы расстрелянных, и лишь повешенный суров, как некий важный маятник, отмеривая ход часов, без устали качается. Точнее всего, я передал свое душевное состояние в стихотворении, видимо, связанном с причитаниями колхозницы над коровой. По рытвенам, средь мусора и пепла, корова тащит лес, она ослепла, в ее глазах вся наша темнота, переменились формы и цвета. Пойми, мне жаль ни слов, слова заменят, мне жаль былых высоких заблуждений, бывает свет сухих и трезвых дней, с ним надо жить, он темноты темней. В козыльце я видел маленького мальчика, среди развалин он играл в песочек, хотел что-то вылепить, на его лице были то напряжения, то слабая туманная улыбка. Я долго стоял возле него, никогда люди не смотрели, кажется, с такой жадной нежностью на детей, как в годы войны, глядели и не могли наглядеться. Может быть, потому, что всем хотелось заглянуть в будущее, и ни у кого не было уверенности, что он дотянет хотя бы до завтрашнего дня. Неделю я просидел в сожженном селе Летки. До войны там делали стулья из камыша. Камыш шумел, а людей не было. Там я вспомнил мальчика на площади козельца. Были липы, люди, купола, мусор, битое стекло, зола. Но смотри, среди разбитых плит уж младенец выполз и сидит, и сжимает слабая рука горсть сырого теплого песка. Что он вылепит, какие сны, а года чернеют, сожжены. Вот и вечер, нам идти пора, грустная и страстная игра. Вернусь к строке, приведенной выше. Мне казалось, что я освободился от того, что назвал высокими заблуждениями. Это было еще одним заблуждением. Конечно, я не мог тогда предвидеть ни Хиросимы, ни водородных бомб, ни судьбы многих честнейших людей, ни убийц в белых халатах. Но разве это мерещилось малышу в козельце, когда он смутно улыбал? Нет, не он это вылепил. Теперь ему должно быть 22 или 23 года. Он не помнит, как горел его дом, не пережил горьких послевоенных лет. Его жизнь должна быть другой. А сын Чмиля Игорь Иванович, которому нет и 15 лет, тащить на гору камень, чтобы он оттуда скатывался. Нет, с этим не мирится совесть. И если мне скажут, что это самое наивное из всех заблуждений, я отвечу, что без таких заблуждений нет живой жизни. человек совсем может расстаться, только не с надеждой. 7 ноября 1943 года нарком иностранных дел устроил в особняке на Спиридоновке пышный прием. Собрались члены правительства, дипломатический корпус, генералы, писатели, актеры, журналисты, словом, все те, кого парикмахер клуба писателей называл тузами и шишками. Оглядев зал, Кончаловский шепнул мне, напоминает холст Эдгара Мане, советские дипломаты были одеты в только что придуманные мундиры, военные аташе различных посольств сверкали золотом, груди генералов изнемогали от орденов, Гарро неистово размахивал фалдами фрака и выпив несколько бокалов шампанского, стал рассказывать о бентигах англичан в Алжире. К счастью, мне удалось сразу повидать Молотова. Мы умеем отличать подлинных друзей от фальшивых. Английский посол Керр, забыв о присущей ему чопорности, совсем и чокался за победу, пил водку и вскоре стал походить скорее на советского писателя, чем на британского дипломата. Лазовский обнимал генерала Петти. Я во Франции был рабочим, я знаю вашу страну, мы их расколотим. Фрицев побьют в Минске и в Биорице. Генерал прослезился. Алексей Толстой явился во Фраке и по-барски благодушно дразнил одного из американских дипломатов. Конечно, Италия красивая страна, но ведь и Париж стоит мессы. Козловский сидел на полу и пел старинные романсы. Маргарита Алигер, испуганно поглядывая на посланника Эфиопии, блиставшего пузументами, сказала, Илья Григорьевич, а вы помните сорок первый? Американский журналист Шапира говорил, впервые за восемь лет я чувствую себя в Москве хорошо. Вот что значит Союз. Положение казалось обнадеживающим. Во время приема грохотали пушки, освобожден Киев, союзники были удовлетворены своими операциями в Италии. В конце октября закончилось московское совещание министров иностранных дел Советского Союза, Соединенных Штатов и Англии. О чем говорили министры, мы, конечно, не знали, но опубликованные декларации подчеркивали крепость антигитлеровской коалиции. 6 ноября Сталин сказал, что бои в Италии, бомбежки немецких городов, поставка в Советский Союз вооружения и сырья все же нечто вроде Второго фронта. Я знал, однако, что высадка союзников в Сицилии и на юге Италии совсем не то, что было обещано в 1942 году. Когда в редакции Красной Звезды кто-то спросил, не дать ли географическую справку о Сицилии, редактор возмутился. Совершенно ни к чему. После сообщения, что Второй фронт снова откладывается на год, были отозваны Литвинов из Вашингтона, Майский из Лондона. В редакции я читал телеграммы Тасса, не предназначенные для опубликования, и понимал, что англичане раздражены формированием в Советском Союзе польских дивизий, американцы встревожены настроениями греческих партизан, дружба дружбой, а политика политикой. Газеты сообщили, что на Тегеранском совещании достигнуто полное согласие о целях войны. В день рождения Черчилля ему поднесли пирог с 69 свечами по числу прожитых лет. На праздничном пироге прибавились всего две свечи, когда Черчилль начал готовиться к речи в Фултоне, с которой пошла холодная война. Мы, конечно, не знали будущего, но я начал гадать, как будет выглядеть мир после победы. Прежде я не мог себе позволить раздумий. Мы жили одним остановить врага, а начиная с того августовского дня, когда в небе Москвы вспыхнули звезды первого салюта, я начал присматриваться, задумываться. Еще летом из Лондона вернулся Майский. Я обрадовался подарком, лезвием для бритвы, записной книжки, вечной ручки, но рассказы Ивана Михайловича меня огорчили. Он восхищался мужеством жителей Лондона во время сильных бомбежек, говорил, однако, что союзники считают, будто они недостаточно подготовлены для второго фронта, и добавлял, что они не заинтересованы в быстром разгроме Гитлера, боятся Красной Армии. Майский рассказывал мне, что с Деголем англичане не считаются. В конце года Михоэлс, который ездил с поэтом Фефером в Америку, рассказывал писателям о своих впечатлениях. По его словам, американцы заражены расизмом, преклоняются перед машинной цивилизацией и не так уж далеки от гитлеровских идей. Михоэлс, как и Майский, говорил, что союзники отнюдь не восхищены победами Красной Армии. Я вспомнил шутку английского корреспондента Александра Верта, который иногда приходил ко мне. Верт родился в Петербурге. Прекрасно говорит по-русски, человек он нервный и остроумный. Мой пес Бузу, шотландский терьер, в начале войны был контужен воздушной волной и смертельно боялся салютов, считал, что грохот орудий связан с неприятностями. Как только радио передавало позывные, он начинал неистово выйти. На такую сцену однажды попал Верт и сказал, «Теперь я вижу, что это действительно английская собака, боится советских побед». В ноябре я был на ужине в английском посольстве. Посол Кер держался чрезвычайно светский, спрашивал Любу, «Вы, конечно, пруссянка», и добавлял, «Я ведь сноб». Советник посольства Бальфур тем временем говорил со мной о политике, защищал невмешательство во время испанской войны, оправдывал Мюнхен и под конец признался, что уважает Салазара. В декабре меня пригласил к себе посол Соединенных Штатов Гарриман. Я тогда еще не знал американских нравов. Меня удивили и невкусная еда, и простота, порой переходящая фамильярность, и то, что дочь посла положила ноги на столик, на котором нам сервировали кофе. Кроме меня, Гарриман пригласил генерала, который начал с литературы, похвалил Честертона, сказал о себе, что он ирландец и католик, а потом принялся расспрашивать о том, что обычно называют военной тайной. Я понял, что ценитель литературы разведчик и быстро его оборвал. Я не военный а писатель, вернемся лучше к Честертону. О вечере у Гарримана я рассказал Лазовскому. Он нахмурился. Лучше, когда вас приглашают в посольство, спрашивайте, а к американцам вообще не стоит ходить. Я получил письмо от вице-президента Соединенных Штатов Уоллеса. Он сообщал, что изучает наш язык и захотел мне написать первое письмо по-русски. Говорил о добрых чувствах к советскому народу. Его слова меня тронули непосредственностью, даже детскостью. Совинформбюро по-прежнему требовало, чтобы я писал для заграницы о том, что мы верны нашим союзникам, но пора наконец-то открыть второй фронт. Я продолжал писать для красной звезды правды, для фронтовых газет. Работать, однако, стало труднее, что-то изменилось. Я это почувствовал на себе. Летом Совинформбюро попросило меня написать обращение к американским евреям о зверствах гитлеровцев, о необходимости как можно скорее разбить Третий Рейх. Один из помощников Щербакова Кондаков забраковал мой текст. Сказал, что незачем упоминать о подвигах евреев, солдат Красной Армии. Это бахвальство. Я написал Щербакову. Александр Сергеевич меня принял в пуре. Разговор был длинным и тяжелым. Щербаков сказал, что Кондаков переусердствовал, но в моей статье нужно кое-что снять. Я возражал. Щербаков рассердился и перевел разговор на другую тему. Похвалил мои статьи и вместе с тем покритиковал. Солдаты хотят услышать о Суворове, а вы цитируете Гейна. Потом я заговорил о судьбе Лидина. С первых дней войны он стал военным корреспондентом. Почему-то его отослали в армейскую газету и ничего не печатают. Щербаков загадочно отвечал, не умеет писать для народа. Потом я узнал, что одна из корреспонденций Лидина рассердила Сталина. А Щербаков усмехался. Вы многого не понимаете. Я огрызался и в конце концов сказал, теперь война, немцы еще сильны, значит я буду писать в газетах, пока вы не поступите со мной, как с Лидиным. Я встал и попрощался. Александр Сергеевич вдруг улыбнулся. Что вы будете делать после победы? Я ответил, что не знаю, не задумывался над этим. А я знаю, сказал Щербаков. Буду трое суток подряд спать. Я поглядел на него, у него было одутловатое, бледное, усталое лицо. Должна была выйти моя книга сто писем, статьи и письма, полученные от фронтовиков. Мне казалось, что в этих письмах раскрывается душа народа. Книгу набрали, сверстали, вдруг запретили. Я спрашивал, почему? Мне не отвечали. Наконец, один из работников издательства многозначительно сказал, теперь не сорок первый. Сельвинский написал хорошие стихи о России. Он показал себя храбрым, работал во фронтовой печати, но какие-то строки не понравились Сталину и Сельвинского обругали. Правда обрушилась на Платонова. Вы крутасы вместо простоты. Устроили собрание писателей, осудили, разумеется, единодушно книгу Федина о Горьком, осудили также Сельвинского и Зощенко. Новая газетная статья пополнила ряды вредителей. Она была посвящена Чуковскому, написавшему сказку для детей Бармалей. Пошлые выверты Чуковского вызывают отвращение. Шварц, писатель, на мой взгляд, обладавший высоким даром поэтической сатиры, написал пьесу «Дракон». Он предугадал будущее. Рыцарь Ланселот освободил город от дракона, а вернувшись некоторое время спустя в этот город, увидел, что житель горюет о милом дракоше, который дышал огнем так, что можно было приготовить без печи глазунью. Литература и искусство писало, Шварц сочинил пасквиль на героическую борьбу народа с гитлеризмом. Обличали Паустолского, сценарий о жизни Лермонтова, он осмелился сказать, что поэта тяготил мундир Николаевской армии. Все это напоминало тридцатые годы, а немцы еще сидели ворше и обстреливали из орудий Ленинград. В Красной Звезде работал полковник Кружков. Я запомнил ночь на 11 ноября 1943 года. В редакцию пришли сотрудники ГБ, срезали с груди полковника ленточки орденов и увезли его. Час спустя приехал генерал Толенский, спросил Копылева, прочитал ли Кружков передовицу. Кружкова арестовали. Редактор ничего не мог вымолвить от волнения. Недавно я встретил Кружкова, который, разумеется, реабилитирован. Газеты одобрительно отзывались о лекции одного историка, прославлявшего Апричнину. Эйзенштейн, по указанию, Сталин работал над фильмом, посвященным Ивану Грозному. Вторая часть фильма разгневала Сталина, просмотрев, он коротко сказал, смыть. В конце 1943 года в Магадане вышло издание «Падение Парижа» с рисунками анонимного художника. Рисунки мне понравились, по некоторым деталям было видно, что художник знает Париж. Я, конечно, понимал, почему не указана его фамилия, но написал в издательство восторженное письмо, надеясь этим облегчить положение автора рисунков. Год спустя ко мне пришла жена художника Шребера, рассказала, что он рижанин, действительно жил в Париже, учился у мастера плаката Колена. В 1935 году вернулся в Советский Союз, а в 1937 году был арестован, работал на рудниках, теперь делает плакаты. Каждый день приносил нововведения. В городских десятилетках ввели раздельное обучение мальчиков и девочек. Один педагог доказывал, что мальчиков надо с измольства обучать военному искусству, а девочек рукоделию. Вскоре после смерти Сталина раздельное обучение было отменено. Ввели форменную одежду для дипломатов, потом для юристов, для железнодорожников. Один мой приятель шутя уверял, что скоро придумает мундиры для поэтов. На погонах будут одна, две или три лиры, в зависимости от присвоенного звания. Мы смеялись, но смех был невеселым. Напечатали текст нового гимна. Я вспомнил интернационал и задумался. Успел понемногу сложиться быт военных лет. Жилось людям трудно, и для того, чтобы продержаться, нужно было незаметное будничное геройство. Я с тоской глядел на женщин, которые тащили тяжелые балки, строили дороги. На заводах работали дети, в свободные минуты они играли, как играют все дети мира. Продовольствие было в обрез, и люди сокрушались, опять не отоварили по карточкам крупу. Спекулянты продавали сахар по две, а то и по три тысячи рублей за килограмм. Во многих домах было холодно, подтапливали только так, чтобы не лопнули трубы. В Москву вернулись театры, и на спектаклях бывало много народу, хотели развлечься, да и отогреться. В антрактах говорили о сводках, о том, что капитан Сергеев завел на фронте боевую подругу, что Маша перестала писать мужу и сошлась в этом. Говорили, конечно, и о том, что в распределителе выдали кислое повидло, а масла вообще не будет. В ноябре Шостакович прислал мне записку, просил прослушать его восьмую симфонию. Я вернулся с исполнения потрясенный. Вдруг раздался голос древнего хора греческих трагедий. Есть в музыке огромное преимущество, она может, не упоминая ни о чем, сказать все. В 1943 году впервые показались те тучи, которые пять лет спустя нависли над нами. Но враг еще стоял на нашей земле. Народ стойко воевал, и была в его подвиге такая сила, что можно было жить честно, громко, не обращая внимания на многое. Я твердо верил, что после победы все сразу изменится. теперь, когда я оглядываюсь назад, мне приходится то и дело признаваться в наивности, в слепоте. Это легче, чем в свое время было верить, порой наперекор всему. Видимо, человек устроен так, что неизменно принимает свои желания за действительность, и часто, как лунатик, делает шаг в пустоту, разбивается или просыпается с переломанными костями. Я вспоминаю беседы на фронте и в тылу, перечитываю письма. Кажется, все тогда думали, что после победы люди узнают настоящий мир, счастье. Конечно, мы знали, что страна разорена, обнищала, придется много работать, золотые горы нам не снились, но мы верили, что победа принесет справедливость, что воздоржествует человеческое достоинство. Никто тогда не представлял себе, что через три года после конца войны американцы будут грозить нам атомной бомбой, что Берия снова откроет огонь по своим. Пусть мы многого не предугадали, но с нежностью, да и с гордостью я вспоминаю мечты тех лет. Как бы ни была страшна и жестока война, она остается в наших воспоминаниях не падением, а взлетом. Высоко, очень высоко поднялся наш народ, и об этом говорят не словословие гениальнейшему полководцу, не сожженные батальные полотна, даже не ордена, а память о невернувшихся, неиссякающие слезы. Это живая вода народной совести. В декабре 1943 года умер Тюнянов. Познакомил-то я с ним еще в двадцатые годы, когда он был одним из вдохновителей Опа-Яза вместе с Эйхенбаумом, Жермунским и Шкловским. Он начал с того, что не создавал литературу, а изучал ее. Наизучал настолько вдохновенно, неожиданно, что его книга Архаисты и Новаторы остается и поворотом в литературоведении и книгой художника. Юрий Николаевич во время первых встреч меня смущал. Я был самоучкой с огромными провалами в познаниях, которые может дать средняя школа. Писал романы с грубейшими ошибками и словесными, и школьными. В хулио Хуринита спутал этну с везувием. Вместе с тем я был задорен, искал новую форму романа, отрицал то, что защищал годом раньше. И вот Тынянов, этот воистину петербуржец, в старом значении этого слова, неизменно учтивый, даже в злых репликах, меня стеснял, порой страшил. Вспоминаю один разговор. Тынянов говорил, что время литературных школ миновало, новатор может быть архаистом, и к Пастернаку ближе всего Мандельштам. Меня растердило, что Юрий Николаевич повторял синкопический пион. Я тогда не знал, что это значит, и постыдился признаться. Весной 1936 года Юрий Николаевич приехал в Париж. Больной, его подкашивала редкая и страшная болезнь, рассеянный склероз. Я глядел на Пенянова другими глазами. Передо мной был не литературовед, но автор книг, которые были большими событиями в моей жизни. Я не сразу решился написать о нем в книге воспоминаний. Я ведь писал не о книгах, а о людях. Но потом решил, что нельзя промолчать о человеке, произведение которого мне помогли многое понять. Мы иначе относимся к книгам наших современников, чем к произведениям классиков. Герои романов часто в нашем сознании сливаются с обликом автора. Поэзия в полвека, когда я искал, думал, писал, казалась, да и кажется мне более значительной, чем проза, требующего большего отступа, но в советское время было написано немало значительных романов и рассказов. Я встречался со многими писателями, известными еще до революции, с Горьким, Буниным, Ремезовым, Андреем Белым, Алексеем Толстым, Замятиным, с людьми моего поколения Фединым, Полстовским, Бабелем, Пиняновым, Зощенко, Севолодом, Ивановым, Катаевым, Олешей, Леоновым, с теми, кто родился уже в XX веке, Фадеевым, Шолоховым, Каверином, Гроссманом. Гейн написал, что каждый человек это мир, и надгробные памятники высятся над развалинами исчезнувших миров. Задолго до него английский поэт Додд напомнил о связи таких миров. Колокол звонит не только по усопшему, но и по тебе. Я любил одни книги, был холоден к другим, но все, что делали мои современники, было связано с моей жизнью. Я не говорю о Бабеле, он был моим другом, и я часто вспоминаю о нем как о своем учителе, но учился я и на книгах других современников. Разобраться в эпохе мне помог Тынянов. Эти слова могут удивить, Тынянов ведь писал исторические романы и рассказы, причем выбирал эпохи мрачные, Николая I, Павла, Конец Петра. Он превосходно знал историю и никогда не пытался в разрез правде приписать прошлому что-либо от современного. Он был человеком сдержанным не только в жизни. Садясь за рабочий стол, он умел владеть собой. Может быть, поэтому его книги казались некоторым суховатыми. Однако никогда не было крупного и при том честного автора, который мог бы хорошо писать о событиях, лежащих вне его душевного мира, о людях ему далеких и чуждых. В романе «Смерть» Вазир Мухтара Тынянов писал «Людям двадцатых годов досталась тяжелая смерть, потому что век умер раньше их. У них было в тридцатых годах верное чутье, когда человеку умереть. Они, как псы, выбирали для смерти угол поудобнее и уже не требовали перед смертью ни любви, ни дружбы. Юрий Николаевич любил шутить, говорить о пустяках, стойко боролся против болезни, но был он человеком очень грустным, и грусть Грибоедова была для него не страницей истории. Он родился в один год с Бабелем и Пельняком, которые умерли в углах наименее удобных. Тынянов ненадолго их пережил, хотя умер он на своей кровати. Подпоручик Киже и восковая персона были нам глубоко понятны. В то же самое время, зная только Кюхлю, я писал о приключениях злосчастного лазика Ройншвамеца, которого события носили по миру из города в город, из страны в страну. Однажды ему предложили заняться кролиководством. Это было модное в ту пору занятие. Ему послали пару кроликов, но только он их выпустил из корзины, как собака их загрызла. Бедный Лазик тотчас написал о своей очередной неудаче, но в ответ пришел запрос, сколько крольчат принесли производители. Лазик понял, что есть люди, для которых всего важнее статистика, и начал подсчитывать, сколько кроликов могло бы быть у него, не будь зловредной собаки. Когда цифра стала внушительной, приехало начальство. Он повторил, я же вам парочку сразу загрызла собака, но гости отмахивались, где же кролики? Подпоручик Киже был куда счастливее. Он родился от описки писаря, подпоручик Киже, но никто не осмелился признаться в этом Павлу. Царь приказал отправить подпоручика Киже в Сибирь. Его не было, но он был, и конвойные гнали его по Владимирке. Павел его помиловал, приказал жениться на придворной фрейлине. В церкви жениха не было, но невесту обвенчали. Павел произвел его в генералы, и вот однажды он позвал его во дворец. Павлу сказали, что генерал Киже заболел, в несколько дней он умер. Пустой гроб торжественно хоронили. Восковая персона была изображением Петра, снабженная пружинами, она могла передвигаться, и отправили в кумст камеру, пружины сломались, и бедная восковая персона оказалась среди различных натуралей, младенцев, уродов, спирту. Тынянов прекрасно знал историю, он умнее многих других разгадывал некоторые черты современности, но то, что мы называем политическими событиями, его мало волновало. Он приехал в Париж в весну, когда рождался Народный фронт. Я был наивен, ходил на митинги, верил, что теперь фашизму будет нанесен смертельный удар. Юрий Николаевич не спорил, он отвечал «возможно». Он попал в город, который хорошо знал по романам, документам, планам, гравюрам. Ему хотелось побродить по поля-рояль, как-то делал Василий Львович Пушкин, найти место, где выступал с докладом Кюхельбеккер. Он вспоминал Тургенева и Вяземского, читал карту Вин, как давно знакомый текст «Моэд», «Клико», «Нюи». Он и в Париже, где можно бросать окурки на пол, сомневаться в таблице умножения и плевать на все авторитеты, оставался сдержанным. Боялся выдать свое незнание быта, осторожно расспрашивал, как вести себя в кафе. Были в нем мягкость, обаяние, которые всех разоружали. Потом он сел за Пушкина. Эта книга, по его словам, должна была ответить на многие трудные вопросы, показать, как разум, гений, гармония победили муштру и невежество. Однажды я спросил его о стихе после польского восстания, возмутившие Мицкевича. Он кивнул головой. И это. Вспоминая нашу последнюю встречу, тревожной весной 1941-го, за три недели до начала войны, Пенянов жил тогда в Пушкино, в писательском доме творчества на бывшей даче Алексея Толстого. В саду цвели нарциссы и тюльпаны. Мебель в гостиной была из красного дерева, на стенах висели картины. Все казалось мирным. Юрий Николаевич ласково улыбался. А говорили мы, разумеется, о войне. Помню, Тынянов сказал, может быть, в Германии отвратительного вида революция? Он все же был воспитан на логике прошлого века. Ему представлялось невозможным оглуплением большой цивилизованной страны. А Пушкина он не написал. Закончил только начало, детство, отрочество поэта. Юрий Николаевич умер, не дожив до 50 лет, а в последние годы болезнь мешала ему работать. Свою разгадку Пушкина он унес в могилу. Я часто вспоминал и вспоминаю прекрасный рассказ о мнимом малолетнем и, увы, вполне совершеннолетнем витушишникове, который умел одно бить в барабан. Я порой себя чувствовал именно таким недорослем и за это тоже спасибо Тынянову. Я был на его похоронах. После Сталинградской победы многое менялось на глазах. Звания и формы определяли положение человека. Тынянов был не ко двору и не ко времени. Газеты даже не сообщили о его смерти. Гроб стоял в маленькой комнате на Тверском бульваре и веночки были из бумажных цветов попроще, поскорее. Я стоял у гроба и думал мы хороним одного из самых умных писателей наших двадцатых годов. Для простых смертных все выглядело пристойно. На театрах военных действий шли бои с общим противником, а главы правительства антигитлеровской коалиции обменивались поздравительными телеграммами. На самом деле все было куда сложнее, за кулисами шла борьба. Американцы предпочли Деголю адмирала Дарлана, а когда адмирала убили генерала Жиро. Деголь предпочитал себя. Во Франции многие из его сторонников не хотели договориться с партизанами фронтерерами. В Италии союзники поддерживали бывшего вице-короля Абиссинии маршала Вадольо, а партизаны клялись повесить всех фашистских лидеров, в том числе и Вадольо. Англичане поставляли оружие генералу Михайловичу. В Каире существовало королевское правительство Югославии, а народно-освободительной армией командовал коммунист Тито. В том же Каире находилось греческое правительство правого толка, но в самой Греции с оккупантами боролся левый Эам. В Лондоне нашло пристанище польское правительство. Советский Союз порвал с ним дипломатические отношения. Возник союз польских патриотов. В лесах Польши имелись отряды правых армии Краевой и левых гвардии Людовой. Обо всем этом газеты упоминали вскользь, порой иносказательно. Разумеется, я не был посвящен секреты дипломатов, но по характеру своей работы кое-что знал. Меня приглашали на приемы, приходилось бывать в различных посольствах, чуть ли не каждый день ко мне приходили иностранные журналисты. Я не собираюсь описывать историю взаимоотношений между союзниками, да я ее и не знаю. Мне хочется просто рассказать о некоторых беглых встречах, об эпизодах скорее забавных, нежели значительных. Английский посол Керр однажды спросил меня, почему я не люблю англичан. Я запротестовал и шутя начал перечислять все, что мне нравится в Англии, и хартью вольностей, и пейзажи Тернера, и зелень лондонских парков. После этого Керр, представляя меня своим соотечественником, неизменно говорил, а вот господин Оренбург, который признает в Англии только трубки, газон и терьеров. Керр был хорошо воспитанным скептиком, но не позволял себе говорить то, что думал. Только однажды, на каком-то скучном приеме после разговора о поэзии, он признался, «В Москве я полюбил многообразие. Мы любим всегда то, чего лишены, не правда ли?» В октябре 1944 года в Москву приехали Черчилль и Иден. Не знаю, как отразилась эта поездка на англо-советских отношениях, но она неожиданно выручила из беды старого токаря Янкелевича, которого Алексей Толстой называл мастером трубочных дел. Янкелевич изготовлял замысловатые трубки и продавал их любителям. Его арестовали, кажется, именно за незаконной торговлю трубками. Алексей Николаевич попытался за него заступиться, но безуспешно. Наркомендел решил поднести Черчиллю подарок — старинный ларец с потайными отделениями и хитроумными запорами. Шкатулка оказалась поврежденной, никто не мог ее исправить. Тогда кто-то вспомнил про старика Янкелевича. Он мог поблагодарить судьбу или Черчилля. А вот директору фабрики Ява приезд английского премьера принес столько хлопоты. От него потребовали срочно изготовить первосортные сигары. На приеме Черчилль взял сигару и закурил. Сигара зашипела, из нее посыпались искры, как будто это ракета. Черчилль улыбнулся. У него было лицо старого бульдога, а глаза утомленные, даже сонные, оживавшие от насмешливой улыбки. Меня ему представили. Он попробовал улыбнуться. Поздравляю вас в особенности. С чем он меня поздравлял, я не знал. Но в свою очередь улыбнулся и поздравил его, тоже не зная с чем. Короткий разговор с Иденом был куда интереснее. Иден сразу сказал мне, «Вы, кажется, не очень любите англичан». Я решил, что Кэр успел ему рассказать о газоне и собаках, но спросил, почему Иден так думает. он ответил, «Мне говорили, что вы очень любите Францию». Это было настолько неожиданно со стороны опытного дипломата, что я растерялся и лишь минуту спустя спросил, «Но разве любовь к Франции связана с неприязнью к Англии?» Вероятно, в моем голосе почувствовалось раздражение. Иден поспешно улыбнулся. «Это шутка». «Конечно, мы все союзники и лично я очень люблю другие бывали еще откровеннее. Гарриман, например, говорил, с Францией будет трудно, там больше предателей, чем повсюду. Английский корреспондент Уинтертон признавался, лучше без французов. Уилки доверительно сказал мне, роль Франции как великой державы кончена навсегда, не в наших интересах вернуть ей прежнее место. Естественно, что французы посол Гарро, советник Шмидт-Лейн, молодой Горст, генерал Петти, частенько говорили о том, что не доверяют американцам и англичанам. Боялись, что западные союзники постараются поставить снова на ноги побежденную Германию. Как-то вечером мы собрались у генерала Петти. Были Торрес, Жан-Ришар-Блок, Гарро, и Гарро начал вспоминать прошлое. После Первой мировой войны, будучи офицером, он повидал оккупацию при Рейнской области. Рассказывал, как союзники восхищались порядком организации, как влюблялись в немок. Никто не сомневался, что мир обеспечен. А в Мюнхене Людендорф уже призывал к реваншу. И Гарро с пафосом убеждал Тореза. У нас теперь одна надежда. Русские не допустят повторения. В декабре 1943 года я возвращался из Харькова, где судили немцев, уличенных в массовых убийствах жителей. В купе сидел Алексей Толстой. Пришел американский журналист Стивенс. Заговорили о будущем. Вдруг кто-то трахнул бедного Стивенса по голове. На верхней полке лежал французский журналист Шампенуа. Он не мог терпеть разговоров о том, что предпочтителен мягкий мир. К тому же успел выпить пол-литра. С Шампенуа я подружился. Прежде он был корреспондентом телеграфного агентства Гавас, но когда посол Бержери в прошлом ультралевый по указанию Виши покинул Москву, Шампенуа остался у нас, писал во французских газетах, выходивших в Лондоне. После войны он попробовал вернуться на родину, но оказалось, что он пригрызался к Москве. Он умеет по-русски выпить, по-русски проговорить полночи обо всем и ни о чем, о вздоре и о самом главном. Это человек, лишенный и чистолюбия, и житейской смекалки. В минуту душевной нежности он балагурит или ругается, пишет стихи для себя, нигде их не печатает. Мне кажется, что не только американцы, но и англичане, с которыми я встречался, чего-то не понимали. Их страны не знали фашистской оккупации. Я не говорю о политиках или дипломатах. У тех были свои расчеты. Но многие офицеры, журналисты считали, что рассказы о гитлеровских зверствах преувеличены. Армия Гитлера в их представлении смешивалась с армией Вильгельма. Вот почему куда легче было разговаривать с людьми из оккупированных стран. Вряд ли норвежский посол Андворд восхищался советской системой. Но он знал горе своей страны и видел, что по-настоящему сражается только Красная Армия. Иногда он приглашал нас к себе. Он был сиборитом, любил хорошее французское вино. Мы сидели у камина. Андворд вспоминал Норвегию, общих друзей, говорил, надеюсь, что Фау образумит англичан. Они хотят с гитлеровцами поступить по-джентльменски, как будто это матч. А сегодня я снова получил известие о расправе с нашими студентами. Вы правы, микстуры не помогут, нужна хирургия. Среди дипломатов мне особенно полюбился Рене Блюм. Он представлял самую маленькую страну Люксембург, но у него было большое сердце. В 1944 году на фронте возле Минска к нам пришел перебежчик. Полковник сказал мне, Фридс говорит, будто он не немец и не француз, а что-то вроде люксембуржца. Меня провели к перебежчику. Это был молодой паренек крестьянин. Он попросил у меня бумаги. Хочу написать письмо. Я думал, что он хочет известить своих близких и наивно считает, что письмо до них дойдет. Но он написал, «Я высочество великой герцогини Люксембурга. Извещаю вас, что я выполнил мой долг и перешел на сторону Красной армии». Когда я передал это письмо Рене Блюму, тот прослезился. Он был левым социалистом, но письмо к герцогине его растрогало. Он полюбил нашу страну, научился говорить по-русски, ходил на лекции, доклады. Раз я увидел его в толпе студентов, прорвавшихся в политехнический, чуть было его не задушили. Дочь Блюма училась в Московском университете. Был он скромным, учтивым. Что-то в нем оставалось от прошлого века, как и в его Люксембурге. Несколько лет назад я побывал у него в гостях. Он председатель общества дружбы с Советским Союзом, выступает на митингах, все его знают, уважают. Вечером за бутылкой вина мы вспомнили военное время. Бывал я часто у посла Чехословакии Ферлингера. С ним было легко говорить. Он понимал, что такое фашизм. Понимал это и его жена, милая, очень живая француженка. Когда в Москву приезжал Бенеш, я встретил его на приеме. Он припомнил наш давний разговор. Я уже знал, что Чехословакия обречена. Потом он добавил, для нас единственное спасение в тесном союзе с вашей страной. Чехи могут придерживаться разных политических убеждений, но в одном они бесспорно сойдутся. Советский Союз нас не только освободит от немцев, он позволит нам жить без постоянного страха за будущее. Ко мне приходили югославы, один из командиров партизанской армии Терзич, скульптор Августинчич, который работал над проектом памятника и много рисовал. Мне нравились его работы, сочетание монументальности с движением. Нравился и человек, он был художником и бойцом, ничем не поступался, жил в разных планах, оставаясь самим собой. Югославам дали несколько домов в серебряном бару, там я встретил партизан и партизанок, они жили на подмосковных дачах, как в горах Боснии, чувствовался демократизм, прямота, мне с ними было хорошо. Иностранные корреспонденты приходили ко мне в надежде узнать что-нибудь о военном положении. Я им иногда давал немецкие дневники или письма. В свою очередь они рассказывали о сложных ходах дипломатии. Среди инкоров были видные журналисты Стоу, Верт, Хиндус. Осенью 1942 года я взял Леланда Стоу с собой под ржев. Он знал войну, был в Испании, в Китае, показал себя храбрым и наблюдательным. Написал хорошие очерки. В 1946 году я побывал у него в одноэтажном домике неподалеку от Нью-Йорка. Начиналась холодная война, кругом были нарядные коттеджи, цвели розы, люди благоденствовали. А Стоу был печален. Он говорил «Помните ржев, там мне было спокойней, можно прожить без комфорта, без надежды труднее». Конечно, имкором было нелегко, в газетах было больше статей, чем сообщений. Цензура не дремала, у журналистов имелся свой противник, заведующий отделом печати. После пресс-конференции каждый старался обогнать других и первым прорваться к окошку телеграфа. Бывали драки, однажды американский корреспондент проколол покрышки на машине конкурента, чтобы тот не поспел на телеграф. Корреспондент United Press Шапира хорошо к нам относился, но ныл. От него требуют сенсации, а на фронт его не пускают, непонятно, что передавать. И вот произошло событие, окончательно его подкосившее. Сталин ответил на вопросы, поставленные корреспондентом Associated Press Кэссиди. Шапира прибежал ко мне потрясенный. Я тоже посылал вопросы. Associated Press правее, чем United. Почему Сталин решил меня погубить? Успокоить его было невозможно. Он и слышать не хотел, что Кэссиди просто повезло. Его вопросы пришли именно в тот день, когда Сталин решил нечто сообщить. В виде утешительного приза отдел печати МИДа разрешил Шапира поехать на Сталинградский фронт. Вернувшись в Москву, он мне сказал, «Конечно, то, что я увидел, замечательно. Теперь я еще лучше понимаю, почему вы настаиваете на втором фронте. Но с точки зрения United Press это не может сравниться с тем, что получил Кэссиди. Я до сих пор не могу понять, почему Сталин предпочитает Associated Press. А Кэссиди ходил именинником, показывал всем подпись Сталина под ответами на вопросы и ухитрился получить в Арагве четыре бутылки вина. Мне пишет Сталин. Были среди американских корреспондентов и противные. Помню, ко мне пришел один развязанный субъект и положил на стол фунт сахара. В комнату вошла Люба и, не зная, кто у меня спросила, «Вы что, продаете сахар?» Я потребовал, чтобы американец забрал свои дары. Несколько дней спустя я рассказал о нем Толстому». Алексей Николаевич загрохотал. «Он принес этот сахар мне, а я, дурак, растерялся, понимаешь? Решил сразу отдарить. Ничего у меня под рукой не было, я отдал самопишущую ручку Ваттермана. Взял, подлец!» Мы долго смеялись. Конечно, мы тогда не знали, что будут означать для всей Европы два слова «американская помощь». О сахаре можно было забыть, но имелись вещи посерьезнее. Раздоры между участниками антигитлеровской коалиции сказывались все яснее. Начиналось лето 1944 года. Салюты, возвещавшие победы, стали для москвичей будничным явлением. Союзники высадились в Нормандии, развязка приближалась. 1 июля я поехал на Третий Белорусский фронт, которым командовал генерал Черняховский. Возле Борисова, на правом берегу Березины, я увидел пленных французов из легиона, организованного изменником Дорио. Реку Березину знают по названию все французы. В 1812 году русские почти окружили армию Наполеона, и только части удалось переправиться через Березину благодаря храбрости саперов, которыми командовал генерал Эбе. О генерале я знал, потому что часто в Париже проходил по улице, названной его именем. А легионеры застряли на Березине. Они были трусливыми, но жадными наемниками. Их остановили чемоданы, не хотели расстаться с награбленным барахлом. Меня попросили с ними поговорить. Один уверял, что несчастно влюбился и решил умереть все равно как. Другой описывал нужду, лишение, в минуту слабости согласился. Третий ссылался на загадочные пути судьбы, четвертый приговаривал, я глубоко штатский человек, в Париже у меня маленький ресторан, а-ля флор потом мне рассказали, что альзасцы ночью избили легионеров. Я побывал у летчиков Нормандии. Французы рассказали, что когда шли бои за Борисов, над Березиной погиб летчик Гастон. В течение трех лет он пытался выбраться из Франции, чтобы сражаться в небе. Каждый раз его задерживали. Наконец, его посадили в каторжную тюрьму в Порт-Леоте в Северной Африке. Когда американцы его освободили, он решил уехать в Советский Союз, чтобы сражаться в полку Нормандии. Над Березиной было его боевое крещение. И вот он погиб. Я рассказал летчикам о владельце ресторана «Цветок лилии». Они посмеялись. Один сказал с презрением «Не думайте, что таких много. Это наши власовцы». Я улыбнулся. Твердо верил во Францию. «Да, не скрою, я верил в замечательное будущее, иначе слишком трудно было бы жить. Я говорил себе, решат дело не дипломаты, не политиканы, а народы. Они-то хлебнули горе. Значит, фашизм будет похоронен навеки». А инкоров я встретил где-то между Борисовым и Минском. Они были счастливы, потому что видели победу союзной армии, и потому что набрали интересный материал для передач. Особенно радовался корреспондент Таймса. Он взял в плен троих солдат. Попавшие в окружение немцы искали, кому бы сдаться, и увидев штатского в хорошем костюме, решили, что лучшей оказии им не найти. Двенадцатилетний мальчик Алеша Сверчук тот пригнал пятьдесят два пленных. Но корреспондент Таймса естественно радовался. Скажу откровенно, в Москве меня могли печалить телеграммы из-за границы, а возле Минска я не думал о том, как решится греческий вопрос, призная для американца Тита, что скажет Ида на поляках. Я думал, как пробраться в Минск. Вокруг бродили немецкие дивизии. В Минск я попал четвертого июля. Танкисты накануне прорвались в город и тотчас ушли дальше на запад. В южных кварталах еще шла стрельба. Я поглядел на длинные улицы и обрадовался. Почти все дома невредимы. Четверть часа спустя раздались взрывы и домов не стало. Весь день работали саперы. Вытаскивали мины. Успели спасти большой дом правительства. Некоторые другие дома. Однако бродя по городу я повсюду видел развалины. Как же я радовался победе. За два дня до этого я был у генерала Черняховского. Он мне сказал «Теперь мы не гоним противника. Мы его окружаем». Я знал, что крупные немецкие силы остались на восток от Минска. Поэтому трудно было проехать в город. На шоссе неожиданно выходили немцы, открывали минометный огонь. «Попали они в хороший котел», сказал мне один танкист. И я подумал, что война подходит к концу. Улыбнулся. Но больно было смотреть на развалины Минска. Это не Новгород, не Киев, не Ленинград. Это город, который много раз жгли, разрушали. В нем не было памятников старины, прекрасной архитектуры. Но бывают минуты, когда забываешь об искусстве. Я думал не об эстетической ценности разрушенных, взорванных или сожженных домов, а о том, что люди работали, мучились, строили, и вот щебень, обгоревший развалины. Зрелище разрушенного жилья, разоренных человеческих гнезд, мучительно, и всегда потрясает какая-нибудь мелочь. Просиженное кресло, следы на уцелевшей стене от долго висевшей картины или фотографии, поломанная деревянная лошадка. Лет семь или восемь спустя, отправляясь на очередную сессию Всемирного Совета мира, я застрял в Минске. Погода была нелетная. Меня выручил Бровка, повез к себе. Он показал мне заново отстроенный город. Конечно, дома были пышными и некрасивыми, как все, что строилось у нас в конце сороковых годов, но я искренне восхищался. Люди ужинают, спорят, ревнуют. Наверное, вон в той квартире есть дети и там спокойно спит деревянная лошадка. Бродя по разрушенному Минску, я вдруг подумал, мне повезло, хоть в Минск я не опоздал. Генерал Вадимов мне не давал свободы. Однажды, еще в начале войны, я с ним ездил на фронт к Брянску и он почему-то решил, что я способен на глупое лихачество, внушил своим подчиненным, что за мной следует присматривать. Осенью 1943 года Красная Звезда послала Симонова и меня на Украину. Я поехал на правый берег Днепра. Заместитель редактора полковник Карпов послал телеграмму члену военного совета 13-й армии генералу Козлову. Копию мне недавно дали. У вас находится Илья Оренбург. В целях безопасности прошу сделать так, чтобы далеко за переправу он не уезжал. А вот в Минск я добрался вовремя, да и потом ездил куда хотел. Мне удалось исчезнуть. В редакции не знали, где я, и не было генерала Вадимова, который, наверное, снова предпринял бы розыски. Черняховский был прав. Минск нашей армии окружили, в котел попало около ста тысяч немцев. Наши войска быстро продвигались к Барановичам, к Вильнюсу, а немцы, отходившие от Могилева, все еще мечтали прорваться в Минск. На этом фронте немцы были еще недобитые, и многие дивизии упорно сопротивлялись, наступали, пытаясь прорвать кольцо. Как-то я мирно ужинал у командира батальона майора в прошлом ленинградского профсоюзника. Батальону дали передохнуть после жестоких боев на Березине, и майор, угощая меня трофейным шампанским, рассуждал, фрицы у вас замечательно получаются, наверное, долго наблюдали. А вот, скажем, когда вы роман пишете, как вы разыскиваете кого описать? Я часто думал, откуда писатель знает, что у человека на сердце? Рассказывают, что ли? Или приходится выдумывать? Я не успел ответить. Раздалась дробь пулеметов. Огонь открыл немецкий полк, пытаясь прорваться на запад. Я поехал на запад, в Раков, в Вивенец, и, вернувшись в Минск, снова услышал пальбу. Окруженные немцы, сголодавшись, напали на хлебный завод. Я был на Могилевском шоссе, когда начали обстреливать дорогу. Пленные уверяли, что в лесу батальон, там же бродит немецкий генерал с минометом и говорит, я немец, а не дерьмо. Один немецкий майор, который, помахивая носовым платком, вышел из леса на дорогу, сказал мне, конечно, в данный момент преимущество на вашей стороне, Германия вынуждена сражаться на двух фронтах, но вы должны признать, что танковые прорывы, охваты, достижения немецкой стратегии, вы идете по нашим стопам. Я ответил, что я не военный, а как человек штатский признаю приоритет немцев. Войну начали они и долго к ней готовились, только гордиться этим вряд ли приходится. Обер-лейтенант в Вильнюсе на кладбище Рос, там был сборный пункт для пленных, говорил, я на Восточном фронте с самого начала. В 41-м мы шли вперед, не обращая внимания, что вы остаетесь позади. Теперь все переменилось. Мы пробовали защищать Минск, когда вы уже подходили к Вильню. Здесь мы три дня удерживали несколько домов, а ваш офицер говорит, что вы возле Немана. Теперь вы идете вперед, как будто нас не существует. Он помолчал и неожиданно добавил, я себя спрашиваю, действительно ли мы существуем. Среди барочных херувимов и замшелых бюстов цвели чайные розы. Вдруг раздался отчаянный крик. Смертельно раненая ворона упала комком к ногам немецкого офицера. Он закрыл лицо руками и сидел неподвижный как статуя. Тацинцев я встретил у границы Литвы. Они были усталыми до смерти. Полковник Лосик, командир бригады, рассказывал, как взяли Минск. Мы не по дорогам шли, лесом, болотами, смешно сказать, где только заяц бегает. Когда мы третьего числа ворвались в Минск, немцев там было больше, чем наших, но они растерялись. Стояли очень жаркие дни, дождя давно не было, и плотные тучи удушающей пыли обволакивали дорогу. Сотни машин, расплющенных, перевернутых, загораживали путь. Старшина Белькевич говорил, я-то спешил, у меня в Минске сестренка оставалась, Таня, 17 годов. Убили, то есть буквально накануне второго числа соседи видели. Он вытер рукавом лицо, пот, смешавшись с пылью, образовал маску. Пыль-то какая! Потом тихо добавил, как мы вошли в город, отпросился домой, бежал, а сестренки нет. и такая была в его голосе тоска, что я ничего не мог вымолвить. Ко всему можно привыкнуть, к тоске, к беде, к одиночеству, только не к чужому горю. Много раз я это чувствовал в те годы. А что я видел на всем пути от Орши до Вильнюса? Сколько развалин, сожженных сел, сколько я выслушал ужасающих рассказов? В ракове я пошел к настоятелю собора к Сензу Ганусевичу. Он сидел старый, тихий, среди молитвенников и выцветших фотографий. Он видел, как гитлеровцы подожгли дом. В отчаянии женщина выбросила из окна младенца. Подбежал факельщик, деловито, как головешку, подобрал ребенка и кинул в огонь. Священник качал головой, я не мог себе представить, что на земле существуют столь бессердечные люди. Из Клебани увезли старого ксенза, он болел, не мог ходить, они его замучили. В Дорах собрали всех в православную церковь и сожгли. В Першай убили двух ксензов. В Писании сказано, он открывает глубокое из среды тьмы и выводит на свет тень смертную, умножает народы и истребляет их, рассеивает народы и собирает их, отнимает ум углав народа и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути. Я старый человек, но как будут жить после этого молодые? Я ночевал у артиллеристов. Мы пили скверный венгерский ром. Все размечтались о будущем. Вдруг капитан Сергеев сказал, письмо пришло от жены Яблочкина, пишет, что жить ей теперь незачем, осталась одна, хочет попрощаться с товарищами Паши. Все примолкли, вскоре уснули, мне не спалось. Я встал, пробрался к коптилке и записал в книжечку слова старого ксенза. На следующий день, вернувшись в Минск и проехав по Могилевскому шоссе, я увидел тростянец. Там гитлеровцы закапывали в землю евреев минских и привезенных из Праги вены. Обреченных привозили в душегубках машины, в которых людей удушали газом, гитлеровцы называли Геваген. Машины усовершенствовали, кузов опрокидывался, сбрасывал тела удушенных. Новые машины именовались Гекнипваген. Незадолго до разгрома немецкое командование приказало выкопать трупы, облить горючим и сжечь. Повсюду виднелись обугленные кости. Убегая, гитлеровцы хотели сжечь последнюю партию убитых. Трупы были сложены, как дрова. Я увидел обугленные женские тела, маленькую девочку, сотни трупов. Неподалеку валялись дамские сумки, детская обувь, документы. Я тогда еще не знал ни о Майданике, ни о Треблинке, ни о Босвенцами. Я стоял и не мог двинуться с места. Напрасно водитель меня окликал. Трудно об этом писать. Нет слов. Наши солдаты, штурмовавшие на Могилевском шоссе окруженных немцев, видели тростенец. Кажется, нигде война не была такой жестокой. Вечером вокруг шоссе валялись трупы врагов. Жара не спадала и стоял сильный смрад. Я говорил с командующим пехотной дивизии генерал-лейтенантом Окснером. Когда его взяли в плен, он был одет как солдат, а час спустя предъявил удостоверение и потребовал, чтобы его направили в лагерь для офицеров. В отличие от других пленных, он мне сказал, что идеи, которые вдохновляет вермахт, живы и рано или поздно восторжествуют. Я спросил его о тростенце. Он ответил «Почему вы меня об этом спрашиваете? Я лично детей не убивал. Мы проиграли сражение, а на побежденных все валят. Немецкая армия всегда отличалась дисциплинированностью, и я воспитывал моих солдат в духе чести». «А почему вы переоделись?» «Не хотел унизить звание, немецкие генералы не сдаются». Он с наслаждением выкурил сигарету и сказал «Мы оказались в положении маленького народа, против нас огромное государство, Россия и Америка. Это поединок Давида с двумя голиафами». У него был благообразный облик профессора. Потом я встретил его имя в списке военных преступников. Другие генералы держали себя осторожнее. Командующий корпусом генерал Гельвицер с почтением поглядывал на молодого Черняховского. Иван Данилович сказал с усмешкой «У Воронежа вы воевали лучше». Гельвицер ответил «Все происшедшее падает не на армию, а на Гитлера. Он не слушал опытных генералов, окружил себя выскочками». Гельвицер подписал обращение, которое две недели спустя было напечатано в советских газетах. Часть немецких генералов, оказавшихся в плену, выступила против фюрера. Незадолго до того в Германии кучка офицеров пыталась выступить против Гитлера. Это придавало декларации пленных генералов некоторую убедительность. В чем генералы обвиняли Гитлера? Отнюдь не в том, что он начал войну, прикарманил страну за страной, организовал массовое истребление населения, зону пустыни, лагеря смерти. Нет, кадровые генералы ставили Гитлеру в вину другое. Он неумело воевал, довел вермахт до поражения. Генералы предлагали немецким командирам убрать Гитлера и добиться мира до того, как военные действия перебросятся на территорию Германии. О штабелях удушенных в Тростенце они не говорили. Передо мной номер Зальдатенцайтунг. Я гляжу на портрет военного в мундире. Генералу танковых войск фон Залкену, кавалеру ордена железного креста с дубовыми листьями и бриллиантами, исполнилось 70 лет. Газета рассказывает о жизни юбиляра. В годы Первой мировой войны он сражался во Франции и в России. В 1939 году он завоевывал Польшу, примчался в Париж, потом был под Москвой, у Орла. А в июле 1944 года генерал фон Залкен, командир 39-го танкового корпуса, пытался удержать Борисов. Я ничего не могу с собой поделать. Я помню. Помню в разрушенном Борисове трупы советских пленных. Гитлеровцы их перебили за два дня до того, как оставили город. Помню рассказ Василия Везелова, который чудом выкарабкался из-под трупов. Помню Разуваевку, где фашисты убили десять тысяч евреев, стариков, женщин, грудных детей. Не знаю, помнит ли это юбиляр, да и не в нем дело. Зальдатен Сайтунг в том же номере призывает немцев вернуть Силезию, Мемель, Данцик, Судетскую область. Значит, снова с этим не мирится ни разум, ни совесть. В июле Третий Белорусский фронт продвигался на запад настолько быстро, что авиация часто отставала. Генерал Глаголев, старый солдат, он воевал в Первую мировую войну, говорил, «Вы про пехоту не забывайте. В 12 дней прошли почти 400 километров. У пехотинца теперь свой мотор, сердце. Человек падает, а все-таки идет. Мне вчера один солдат сказал, «Осерчали, видят, что немцы понаделали, и торопятся, кончать пора». Картины менялись, и картина оставалась той же. По-разному говорили в Смоленской области и на границе Литвы, но все рассказывали одно и то же. Мелькали останки городов, чернили дымоходы сожженных сел. Кажется, в Ольшанах я видел дощечку «Фрайхайтплац», «Площадь Свободы». Кажется, в Красном, а может быть, в тех же Ольшанах, фабрикант Рихард Садовский заставлял прохожих сходить с тротуара, подымать руку, восклицать «Хайль!» Алексей Петрович Малько, я записал имя, рассказал, как немцы сожгли его дочек, Лену и Глашу. Это было в деревне Брусы. Возле Сморгоне бойцы нашли в поле девочку четырех или пяти лет, и она рассказала, что ее зовут Дора, и что немцы сыпали маме песочек в рот, а мама кричала. Старый поляк в Радошковичах рассказывал, что два года назад немцы сожгли тысячи двести евреев. Портной, когда немец приказал «Танцуй!» плюнул и крикнул «Убивай скорее! Ты свое еще получишь!» Проехал я мимо одной деревни, дома были целыми и пустыми, не зная убили ли жителей или угнали, а может быть люди убежали в лес. Все выглядело как год назад возле Глухого или Чернигова, но война была другой. 12 июля под вечер я увидел первые дома Вильнюса. отовсюду стреляли и незнакомый мне майор закричал «Ложись!» В этот день наши танкисты были уже далеко, прошли полпути к Каунасу, а в лесах к востоку от Минска еще бродили группы немцев, не знавших, что от них до немецкой армии куда дальше, чем от советских танкистов до границы Германии. Где-то возле Молодечно я заночевал у маршала Ротмистрова. Павел Алексеевич объяснял «Прошлым летом танки играли другую роль. Тогда противника выдавливали, а теперь мы его окружаем и уничтожаем, врываемся вперед. В нашу эпоху без техники нельзя, без головы разумеется тоже. Люди у нас умные, только долго раскачивались, мало места для инициативы, вот после войны надо надеяться будем жить разумней». Мне понравился маршал. Молодой, живой, разбирается не в одних военных операциях, но и во многом другом, в политике наших союзников, в литературе, даже в различных сортах Рейнвейна. Раза два или три после войны я встречал Павла Алексеевича и убедился, что он человек смелый не только на поле боя, но и, это может быть еще труднее, в будничной гражданской жизни. Никогда раньше я не был в Вильнисе. Немцы не успели его сжечь, и было это необычайно. Дома, барочные костелы, узкие старые улицы, редко вылезет старушка из подвала и тотчас спрячется, несут раненых, ведут на кладбище рос пленных. Солдат мало, они выбивают немцев из пригородной рощи. Вчера немцы еще удерживали центр города, старую тюрьму Лукишки, да и сейчас в городе немцы прячутся, постреливают из автоматов. Генерал Крылов сидел над картой, глаза у него были красные от бессонных ночей. Увидав меня, он покачал головой. Зря ходите, они из окон стреляют. Конечно, я понимаю, что вам интересно, но все-таки. На КП я увидел писателя Павленко. Познакомился я с ним еще в 1926 году. Я был проездом в Стамбуле, и он мне показывал святую Софию. Встречались мы очень редко. Он был хорошим рассказчиком и охотно слушал неправдоподобные истории, но, как это часто бывает в человеческих отношениях, когда мы годами не видались, я о нем не вспоминал. Мы пошли вместе по городу. Немцы побросали на большой площади сотни машин, и чего только в них не было, и кинокамеры, и французские ликеры, и детективные романы, и туалетная бумага. У остробрамских ворот женщины на коленях молились богоматери. Пошли к костелу святой Анны, Павленко рассказал Наполеон жалел, что не может увезти костел в Париж. Прошли к дому, где жил Мицкевич, кое-где лежали тела убитых горожан. Помню старика с острой серебряной бородкой, похожего на ученого прошлого века. Рядом лежала палка с белым набалдашником. Павленко внимательно рассматривал и набалдашник, и статуи костела, и немецкий радиоприемник. Вдруг он сказал «Дождь! Давайте-ка пойдем, у меня бутылка французского коньяка». Потом я ходил один. Ко мне подошел старшина, попросил документы. Прочитав, рассмеялся. Вот на кого напал. Я ваши статьи читаю, ни одной, кажется, не пропустил. Знаете, какая у меня к вам будет просьба? Скажите вы, чтобы каждый день в газете сообщали, сколько километров до Германии. А то, спрашиваю, никто толком не знает, одни говорят сто, другие полтораста. Ну, если нельзя в московских, пусть в армейских печатают. Я думаю, к праздникам кончим. У меня мать в Бийске пишет, что ждет со дня на день. Болеет, боится, что не дотянет. Я встретил группу партизан евреев. Они помогали очищать подвалы и чердаки от фашистов. Я разговаривался с двумя девушками, Рахилью Мендельсон и Эммой Горфинкель. Они рассказали, что были в гетто. Немцы чуть ли не каждый день отправляли партии в панары. Там убивали. Живые должны были работать, их посылали под конвоем. В гетто была подпольная организация сопротивления. Ее участники жгли склады, закладывали мины, убивали гитлеровцев. Готовился массовый побег. Во главе организации стоял виленский рабочий коммунист Виттенберг. Гитлеровцы о нем пронюхали и потребовали, чтобы он явился, не то уничтожит все гетто. Виттенберг сказал товарищам, вы сможете работать и без меня. Не хочу, чтобы из-за меня всех убили. Его замучили. Пятистам заключенным удалось сбежать. Они сражались в отрядах за победу, мстители, смерть фашизму. Ракель и Эмма до войны были студентками, любили литературу. Теперь у них в руках были не книги, а ручные гранаты. Они весело смеялись. У меня сохранилась фотография, я с группой партизан. На следующий день был приказ об освобождении Вильнюса. Немцы в рощи начали сдаваться. Я снова бродил по улицам, разговаривал с жителями. Выглядели люди страшно, просидели пять дней в подвалах, часто без еды, даже без воды. Но почти все улыбались, самое горькое было позади. Трупов на улицах больше не было. Солдаты выносили из немецких машин барахло, говорили, что будут выдавать хлеб. Я ужинал с военными. Потом майор провел меня в брошенную квартиру. По всему было видно, что здесь жили не немцы. В стеклянной банке я нашел сухари и черного хлеба, а в старинной шкатулке, где когда-то, наверное, хранили фамильные драгоценности, окурки сигарет. На стенах висели фотографии группа гимназисток, дама с наколкой, молодой человек в польской военной форме. Под столом валялась открытка с ведомницей. На полке стояли книги польские и французские. Майор мне оставил большую свечу, и я решил почитать французский роман. Прочитал страниц двадцать или тридцать и бросил. Какое мне дело, что герой не может решиться бросить жену и переехать к возлюбленной. Я попытался уснуть, но сон не шел. И вдруг мне стало невыносимо тоскливо. Ведь мучился человек в этом романе из-за тонкости любви. Может быть, они встретились в Ницце. Герой чеховского рассказа встретил даму с собачкой в Ялте. Счастья не было, но не закапывали живьем, не сажали в душегубки, не жили в постоянном соседстве со смертью, как теперь. Наверное, жена майора ждет, не дождется письма от него. Ужасна война, даже теперь, когда близка победа. А может быть, именно от того, что победа близка, можно задуматься, затасковать. Я приподнял ковер, который майор завесил окно. Светало. Утро было пасмурным. Время от времени раздавались выстрелы. Из дома, что напротив, выбежала кошка и пронзительно закричала. Я лег и уснул. Когда я вернулся в Москву, ко мне пришел Жан Ришар Блок. Он был взволнован событиями. Я рассказал ему о Минском котле, о боях в Вильнисе, о летчиках Нормандии. В свою очередь, он поделился новостями. Судя по радиоперехватам, партизаны начинают занимать города в Дофине, в Лимузене и, суеверно понизив голос, добавил «Кажется, мы сможем скоро вернуться во Францию». Россия рано вошла в мир Жан Ришара. Говоря это, я думаю не только о книгах Льва Толстого, которые долго были вехами на его пути, я вспоминаю также послание французских студентов к русским после 9 января 1905 года. Подписей было много, а текст написал студент Сорбонны, 20-летний Жан Ришар Блок. Он восторженно встретил рождение Советской Республики. Впервые он увидел нашу страну в 1934 году, когда его пригласили на съезд советских писателей. Он пробыл у нас полгода, потом рассказывал на различных собраниях о своих впечатлениях. Конечно, это были рассказы доброжелательного туриста, который увидел то, что может увидеть турист в любой стране, достопримечательности, образцово-показательную жизнь. Вторично, он приехал в Москву весной 1941 года. Приехал с женой из оккупированной Франции и прожил в Советском Союзе трудные годы войны. Он узнал людей и привязался к ним. Пережил эвакуацию. Алексей Толстой рассказывал мне, как осенью 1941 года, проезжая через Казань, он разыскал блока, который снимал комнату в татарской семье. Комната была подвальной. Жан Ришар утешал хозяйку, муж ее был на фронте. Скоро немцев расколотят. Да что ее добавлял смеясь Алексей Николаевич. Он и меня развеселил. Настроение у меня было отвратительное. С водки, хлеб не убран, люди повесили нос, словом, пакость. А француз-то наш спокойно мне объясняет, что Гитлер обречен. Это как дважды два. Мороз ужасный, он, бедняга, не привык, пьет чай без сахара и улыбается. Два-три раза в неделю Блок обращался по радио к своим соотечественникам. Рассказывал о мужестве Красной Армии, старался приободрить французов. Были у него в Москве друзья, всех не перечислить. Назову Лидию Бах, Игнатьевых, Толстого. Никогда Блоки ни на что не жаловались. Однажды Жан Ришар захворал, пришел врач и ужаснулся. Мне позвонили. Истощение на почве длительного недоедания. А не простудись он, мы не узнали бы, что Блоки живут впроголодь. Жан Ришар мучительно переживал вынужденную разлуку с Родиной. Теперь слышишь голос человека из космоса, а в те годы был грохот бомб и молчание. Блок не знал, что делается во Франции. Не знал он и что стало с его близкими, с матерью, с детьми. Но тоску, тревогу он умел скрывать, как никто. Окружающие видели неизменно бодрого, веселого человека. В 1944 году ему исполнилось 60 лет. Выглядел он моложе, может быть потому, что жил в постоянном напряжении. Очень худой, среднего роста, с резко обрисованными чертами лица, он походил на старый портрет Монтес-Кье, который когда-то висел в моей комнате. Глаза его не уставая улыбались, и только при одной из последних наших встреч в Париже он позволил себе шутку. Бывают эпохи, когда человеку необходимо обзавестись двумя парами глаз, для других и для себя. Два или три часа мы проговорили о положении на фронте. Потом он неожиданно сказал, мне перевели новый указ о браке. Увидев мой огорченный вид, он начал меня успокаивать. Теперь война, не стоит об этом задумываться. Я знал, что многое его озадачивало, тревожило. Указ, о котором он скользь упомянул, я прочитал где-то под Минском. Кругом стреляли, я засунул газету в карманы, как Блок сказал себе, не нужно об этом думать. У войны свои законы, стоит человеку усомниться, как он выбывает из строя. Конечно, указ, о котором упомянул Жан Ришар Блок, меня огорчил, но я жил тогда одним, разгромом фашизма. Все остальное мне казалось второстепенным. Я не случайно упомянул об одной фразе, оброненной Блоком в августе 1944 года. Он был рожден поэтом и мыслителем, а война слишком часто вмешивалась в его жизнь, и люди видели солдата со штыком или с пером. Он был всего на семь лет старше меня, но это многое предопределило. Я едва осмотрелся в жизни, как разразилась Первая мировая война, и с ней началась новая эпоха. А Жан Ришар успел и написать хороший роман, и компания, и вобрать в себя воздух прошлого столетия, успел сложиться. Он рано увлекся социализмом, и для него это было связано не с подпольем, не с провокаторами и провалами, не с тюрьмой, а с благородными речами Жареса, с верой в разум, в прогресс. Я приезжал во Флоренцию с зеленым юношей, духовно непрекаянной, всегда голодной и восхищенной красотой чужого мира. А во Флоренции жил Жан Ришар, профессор французского института, отец троих детей, эрудит и гуманист. Искусством квадраченто он любовался не как воришка, прокравшийся в богатый дом, а как законный наследник. Может быть, именно поэтому Первая мировая война была для него катастрофой. Он должен был решить, что ему делать. О том, как он пережил те годы, я знаю не только по его переписке с Роменом Роланом, но и по его рассказам. В первой части этой книги я писал, что капрал Жан Ришар осмелился поспорить с человеком, которого не только почитал, но и обожал. Вернее сказать, Блок спорил с самим собой. Он знал, что Ролан из своего швейцарского «Далеко» рассуждает правильно. Но знал и другое. Немцы вторглись во Францию. Нужно не раздумывать, а сражаться. Он сражался, был трижды ранен на Марне, в Шампане и Овердена. Последнее ранение было тяжелым, долго опасались, что он потеряет зрение. Чашу он выпил до дна. Ромен Ролан любил Блока, но поведение его осуждал. Считал, что молодой Жан Ришар подобно многим культивирует в себе слепоту. А дело было не в любви к слепоте, но в тех законах войны, которые 30 лет спустя продиктовали Блоку слова, теперь не стоит над этим задумываться. Накануне Второй мировой войны Блок, редактор коммунистической газеты, писал Ромен Ролану про роман Барбюса «Огонь». Он создал произведение захватывающее, но не долговечное. Он удовлетворился замечательным показом декораций и силуэтов, но он не показал, почему миллионы людей оставались там, а это главное. 20-е годы первая половина 30-х были для Блока, как и для многих его современников, периодом затишья, передышки. Мыслящему тростнику история разрешила на краткий срок не только сгибаться, но и мыслить. В этот период писатели писали. Писал и Жан Ришар романы, рассказы, пьесы для театра, стихи. Я никак не хочу отрицать ценности его романов или пьес, но в те годы было немало и добротных романов, и увлекательных пьес, и мастерски написанных стихов. Была, однако, область литературы, в которой Блок достиг совершенства, область, издавна облюбованная французами. Эссе. Кажется, другие народы, более одаренные поэтической настроенностью и менее увлеченные поэзией и мыслей, считали эссе второстепенным жанром, предпочитая ему литературную критику или художественную публицистику. А французы от Монтене до Сартра, от Стендаля до Жан Ришара Блока, видели в эссе возможность объединить обостренную чувствительность художника и разум. Из всего, что написано Блоком, мне особенно дорога книга «Судьба века». Она вышла в свет в 1931 году и удивительно, что эссе, часто посвященные не только искусству, но и политике, не устарели. Перечитав их недавно, я убедился, что вопросы, которые мучили Блока 30 лет назад, стоят передо мной, когда я пишу эту книгу. В предисловии автор «Судьбы века» говорил, «Я не обращаюсь к политикам. Беседуя со мной, они потеряли бы время, они это хорошо знают. Я обращаюсь к людям моей породы, к людям, обладающим ремеслом. У нас есть ремесло, и мы работаем внутри этого ремесла, в его сердце. Мое ремесло связано со словом, со знанием веса, объема, плотности слов, их точного применения. И как бы это ни было смехотворно для многих, я считаю наше ремесло самым прекрасным». Может показаться, что книга посвящена проблемам литературы, а в ней, пожалуй, меньше всего страниц, связанных с судьбой романа или поэзии. Блок пытался предугадать судьбу человека, вступающего в новую эру. Он не был равнодушным арбитром, задолго до этого выбрал себе место, вступил в партию он много позднее, но называл себя и тогда коммунистом. В конце 20-х годов он предвидел предстоящее затемнение. Снова рабочий колебан и музыкант Марсий, хранитель подлинной культуры. Им нужно быть зоркими, потому что мы видим начало второго средневековья, подымается волна нового нашествия. Эти новые варвары уже обосновались у нас, они управляют нашей промышленностью, нашей экономикой, и Америка их щедро снабжает теориями, лозунгами, идеалами. Говоря о новом веке, о том, что его отличает от революционной романтики прошлого, Блок так определял современного человека. Социальная революция ему больше не кажется мессианской мечтой. Это одно из неизвестных его личного уравнения. Он начинает считать, что предпочтительнее оказаться в лагере возможных победителей. Он говорил, что для человека 1930 года характерно преувеличение роли личности. Он видел связь между социальными проблемами века и невиданной страсти к спорту. До Гитлера, до многого другого он предостерегал. И так мы идем к чудовищному воскресению пещерного человека, покрытого амулетами, но освещенного электричеством. 18 лет назад я написал рассказ «Ересь усовершенствованных ванн». Эта ересь становится религией. И далее. Мы идем к диктатуре всемогущей полиции. Я имею в виду полицию дорог, полицию тел, полицию душ. Он говорил также о развитии точных наук и техники. Без возмущения, но и без самообольщения. Я вспомнил об этой книге, конечно, не для того, чтобы в нескольких цитатах объяснить ее содержание. Мне хотелось показать Жан Ришара Блока таким, каким молодые читатели его не знают. В жизни Блока, как и в жизни многих других, Испания означало объявление войны. На этот раз никто его не призвал. Да и был он в Испании недолго. Видел только самое начало. Но Блок понял, что передышка кончена. Мне тоже хочется писать о женщине, о любви. Мне хочется выразить в словах, так как это не выражали прежде, свисты волги и душу танцовщицы. Я испытываю потребность быть простым человеком, наивно счастливым среди щедрот мира. И вот я слышал свист снарядов, крики раненых. Мои товарищи отступают под самолетами, перед танками. И у меня во рту горечь этого отступления. Для раздумий больше не было места. Начиная с той поры, Жан Ришар снова жил как солдат. Год спустя, в Париже начала выходить газета Сесуар. Ее редакторами были Блок и Арагон. Жан Ришар писал не о свисте и волги, а о невмешательстве, о Мюнхене, о трусости, о предательстве. Осенью 1939 года правительство запретило выход с Сесуар. Вскоре на процессе депутатов-коммунистов Блок вместе с Ланжевеном и Валлоном выступили в защиту обвиняемых. Когда немцы подошли к Парижу, он пытался уйти пешком к себе в Пуатье. Это не близко, и немецкие танки его опередили. Он начал писать для подпольной прессы. В начале 1941 года был арестован его сын Мишель. Полиция пришла из-за Жан Ришар случайно его не оказалось дома. Он перешел на нелегальное положение и весной 1941 года приехал в Москву. О советских годах я рассказывал. Блоки вернулись в Париж в январе 1945 года. Жан Ришар узнал, что его мать, 86-летнюю старуху, гитлеровцы сожгли в Освенцами. Дочь Франц увезли в Гамбург и там казнили. Начало выходить стесуар, и Жан Ришар продолжал писать статьи. Его выбрали в национальной ассамблеи. Он почти каждый день выступал на митингах. Надвигалась реакция. Он составил книгу статей «Москва-Париж», правил корректуру и в марте 1947 года скоропостижно скончался. Вероятно, такая биография довольно обычна для подпольщика, солдата, коммуниста. Но для писателя она исключительно. А я уже говорил, что Жан Ришар был прежде всего художником. В Москве на Первом съезде писателей он напомнил, в чем призвание людей того ремесла, которое казалось ему самым прекрасным. Писатель не только официальный прославитель завершенных дел. Будь это так, он играл бы несколько смешную роль и вскоре удостоился бы иронического звания инспектора законченных работ. Он превратился бы в общественного паразита. Таковые имелись при дворах старых королей, их работа заключалась в прославлении. К счастью, у писателей есть другое назначение. В той же речи Блок выступил против канонизации лжеклассических форм, которая обозначалась в речи Жданова. Какова бы ни была структура общества, всегда будут художники, пользующиеся существующими формами, и другие, ищущие новых форм. Среди летчиков есть пилоты исполнительные и смелые, которые ведут серийные машины, и есть другие летчики-испытатели. Неизбежно, да и необходимо, чтобы существовали писатели для миллиона читателей, для ста тысяч и для пяти тысяч. Блоку хотелось быть летчиком-испытателем, сказать то, чего не говорили до него. Но у войны свои законы. Он писал о том, о чем писали многие. Что Мюнхен измена, что нельзя жить под игом фашизма, что американское золото хочет заменить германский булат. Он был бунтарем, а приходилось соблюдать военную дисциплину. Он это делал с улыбкой, и только оставаясь сам с собой, заменял глаза образцового солдата и оптимиста на свои, на глаза обреченного художника. Я не помню, когда с ним познакомился. Кажется, в 1926 или в 1927 году. Мы встречались тогда не очень часто, но разговаривали подолгу и откровенно. У меня сохранился экземпляр судьбы века с надписью Жанри Шара. По ней я вижу, что в 1932 году он меня считал своим другом. Потом наши отношения стали еще более тесными. Нас сблизила и общая работа, подготовка антифашистского конгресса, защита Испании, борьба против наступающего фашизма. В начале 1940 года, когда я болел, сидел один на улице Котантен, блоки меня навещали, поддерживали. А во время войны в Москве мы встречались часто. Помню утро, когда пришло первое известие о восстании в Париже. Я тотчас побежал к блокам. Жанри Шар ничего не мог сказать от волнения, только обнял меня. Что нас сближало? Да то, о чем мы редко говорили. Общность судьбы. Жанри Шар писал, нужно ли говорить, что Советский Союз не рай, и что там можно встретить не только праведников. Он не был слепцом. В книгу Москва-Париж он включил статью Илья Эренбург «Наш друг». Я ее сейчас перечитал и нашел эпизод, который я сам позабыл. В 1944 году, говоря о вандализме фашистов, я перечислил некоторые разрушенные памятники искусства и под конец упомянул о холстах Пикассо, изрезанных молодыми фашистами. Блок писал, 83 русских художника академического направления подписали протест против бесстыдства. Как можно ставить рядом с сокровищами национального искусства чудовище Пикассо? Конечно, это мелочь, но это сердило Блока. Сердило и многое иное. Если, однако, он мог разобраться в одном, то вынужден был верить на слово в другом. О том, что Пикассо большой художник, он знал, и переубедить его было невозможно. Как-то услышал в трамвае разговор о том, что евреи предпочитают фронту Ташкент. Он спокойно сказал, что во время процесса Дрейфуса был школьником и давал пощечины будущим фашистам. Он видел чванливых бюрократов, взяточников. Несколько раз говорил мне, что есть семьи фронтовиков, которым не оказывают помощи. Но откуда он мог знать, что Тухачевский был не предателем, а жертвой? Блок был солдатом, армией командовал Сталин, и солдат не мог усомниться в разуме и совести командира. Он поверил в версию пятой колонны, а начал писать биографию Сталина. Он ведь знал, что война продолжается. Чем он утешался в часы, когда ему становилось невмоготу? Иногда писал стихи, иногда переводил стихи. Во время Первой мировой войны раненый в полевом госпитале он начал переводить Гетте. В годы Второй мировой войны он переводил вторую часть Фауста. Этим многое сказано. Конечно, доброта прирожденные свойства. И, наверное, процент добрых и злых тот же среди людей различных убеждений. Но мне думается, что доброта среди фашистов была скорее недостатком, уродством, нежели добродетелью. Как должен был себя чувствовать добрый эсэсовец восьвенцами? Никого не удивит, что капиталист, попирающий своих конкурентов, человек злой. Но слова «он был злым коммунистом» не только режут слух, они оскорбляют совесть. Так вот, Жан Ришар был человеком редкой доброты. Даже самый страстный противник детерминизма не станет утверждать, что человек свободно выбирает эпоху. Блок писал, «Теперь время для военных корреспондентов, а не для писателей, для солдат, а не для историков, для действий, а не для размышлений по поводу действий». В этих словах не только трагедия Блока, в них также объяснение и оправдание нашего поколения. Приехал в Москву на короткую побывку Василий Семенович Гроссман. Мы просидели до трех часов утра. Он рассказывал о фронте, мы гадали, как сложится жизнь после победы. Гроссман сказал, «Я теперь во многом сомневаюсь, но не в победе. Пожалуй, это самое главное». Война раскалывала семьи, разводила довоенных друзей, и война завязывала новые узлы. С Василием Семеновичем я подружился в первые месяцы войны. До этого я знал только его книги. Помню, как в Париже я прочитал напечатанные в литературной газете один из его первых рассказов «Четыре дня». Вероятно, он мне понравился не только потому, что был хорошо написан, но и потому, что в манере письма я почувствовал нечто от Бабеля. Потом я начал читать Степана Кольчугина, он показался мне классическим, а я еще не умел радоваться успеху произведения, написанного в чуждой мне манере. Война отодвинула в сторону литературные распри. Кажется, обо всем мы говорили с Гроссманом, но меньше всего о форме или языке романа. Я нашел в старой записной книжке такие строки. 17 ноября 1941 немцы передают, что взяли Керчь, начали наступление на Москву и Ростов. Утром в колхозе бессарабская девушка-свинарка в беличьей шубке. Аэродром без охраны, районы центра Кенель. На вокзале Толстяк обгладывает курицу, показывает удостоверение, эвакуируется в Уфу. А почему здесь сидите? Простыл. Потом тихо. Они и в Уфу придут. В Куйбышев приехали Гроссман и Шкапская. Приехали на санях. Гроссман говорит, все в голове перепуталось. Нам как раз тогда отвели квартиру. В ней разместились Гроссман и Габрилович. Начались бесконечные ночные разговоры. Днем мы сидели и писали. Владимир Семенович прожил в Куйбышеве две недели. Потом пришел приказ от редактора Красной Звезды и он улетел на Южный фронт. Я вскоре уехал в Москву. Он много рассказывал и о растерянности и о сопротивлении. Отдельные части дрались стойко, а хлеб не убран. Рассказывал о Ясной Поляне. Начал повесть «Народ бессмертен». Когда я потом ее прочитал, многие страницы мне показались хорошо знакомыми. Разные у нас были не только литературные приемы или восприятие живописи. Василий Семенович любил то, что мне казалось неприемлемым. Но и характеры разные. Нас сделали в разных цехах, из разного материала. Молодой польский писатель Федецкий как-то сказал, что я минималист. От людей да и от лет требую малого. Может быть, это верно. Человеку трудно взглянуть на себя со стороны. Нужно, конечно, сделать оговорку. В гимназические годы я в восторге повторял слова одного из героев Випсона «Се или ничего». Очевидно, минималистами люди становятся с годами. Однако возраст не все, и Василий Семенович оставался максималистом в 50 лет. Нельзя понять его судьбы, не обговорив прежде всего его суровой требовательности к другим и к себе. В литературе учителем Гроссмана был Лев Толстой. Василий Семенович описывал героев тщательно, обстоятельно, длинными фразами, не страшась множества предаточных предложений. Фадееву это было близко, и он долго, страстно защищал роман «За правое дело». Повествование Гроссман прервал долгими размышлениями. После войны я как-то сказал ему, что он все уже доказал мыслями, чувствами, поведением героев. Авторское отступление только ослабляет силу главы. Он рассердился. То, что вы называете отступлением, для меня главное это наступление. Я не стал спорить, я считал его крупным и честным художником, который вправе писать так, как ему хочется. Он нашел себя в годы войны, написанные прежде книги были только поисками своей темы и своего языка. Он был доподлинным интернационалистом и часто меня упрекал за то, что, описывая зверства оккупантов, я говорю немцы, а не гитлеровцы или фашисты. Нельзя отнести эпидемию чумы к национальному характеру. Карл Липкнигт был тоже немцем. Только однажды он вышел из себя. Это было в сожженном немцами селе Летки. Мы ждали наступления на Киев. Я разговаривал с пленным, одним из факельщиков. Со мной были Гроссман и немецкий писатель-эмигрант, которого Василий Семенович знал. Гроссман все время молчал. Когда мы ушли, он сказал мне, может быть, вы правы. Я удивился, чем поразил его пленный. Он отвечал, как тысячи других. Василий Семенович сказал, что дело не в пленном, а вот его знакомый все время старался найти оправдание для факельщиков. Гроссман с огромным уважением относился к истории, обычаям, литературе, всех народов Советского Союза. О Ленин говорил с благоговением. Большевики, вышедшие из-под поля, для него были безупречными героями. Я был на 15 лет старше его, и некоторых людей, которыми он восхищался, встречал в эмиграции. Однажды я сказал, не понимаю, чем вы в товарищах восхищаетесь. Василий Семенович сердито ответил, вы многого не понимаете, для вас жизнь это поэма, и чем запутаннее, тем лучше, а жизнь это притча. Говорят, есть люди, которые рождаются под счастливой звездой. Таким баловнем судьбы можно, например, назвать Пабло Неруду. А вот звезда, под которой родился Гроссман, была звездой несчастья. Мне рассказывали, будто его повесть «Народ бессмертен» из списка представленных на премию вычеркнул Сталин. Не знаю, правда ли это, но Сталин должен был не любить Гроссмана, как не любил он Платонова. За все пристрастия Василия Семеновича, за его любовь к Ленину, за подлинный интернационализм, да и за стремление не только описывать, но и попытаться истолковать различные притчи жизни. Гроссман оказался в Сталинграде в конце лета. Он написал оттуда ряд очерков, которые, мне кажется, самыми убедительными и яркими из всех наших очерков военных лет. Почему генерал Ортенберг приказал Гроссману отправиться в Элисту и послал в Сталинград Симонова? Последнее полюбили к молодому и талантливому писателю, это понятно, но почему Гроссману не дали увидеть развязку? Этого я до сих пор не понимаю. Месяцы в Сталинграде и все, что с ними связано, запали в душу Гроссмана как самое важное. Писали об этом многие другие, но только Некрасов, который был офицером-сапером, и Гроссман, которого сталинградцы считали не журналистом, а своим боевым товарищем, смогли передать весь трагизм и все величие духа участников Сталинградской битвы. Первая часть романа Гроссмана за правое дело была напечатана в 1952 году, а в феврале 1953 года в правде появилась статья одного писателя, напоминавшая не критику романа, а обвинительное заключение. В редакции мне говорили, что Сталину прочитали отрывки романа и что он возмутился. Это неровный роман, в нем все достоинства и все недостатки Гроссмана. Есть люди, почти насильно выведенные на сцену, длинные рассуждения, но есть и главы потрясающей силы. Я никогда не забуду ночь перед переправой на правый берег Волги и подростка офицера, который перебирает вещицы в вещевом мешке. Это мог показать только большой писатель. В 1946 году была первая репетиция. Гроссман опубликовал пьесу, написанную им еще до войны, «Если верить пифагорейцам». Один критик тотчас же опубликовал статью «Вредная пьеса». Ругать Гроссмана было беспроигрышной лотереей. Характер у него был трудный, чрезвычайно добрый и верный друг, он вдруг посмеиваясь говорил 50-летней женщине, «А вы за последний месяц очень постарели». Я знал эту его черту и когда он вдруг замечал, «Вы что-то стали очень плохо писать», я не обижался. В послевоенные годы до смерти Сталина он часто приходил ко мне, а потом вдруг исчез. Как я не старался, не могу вспомнить, на что он обиделся. Не помнит и Люба. Вероятно, это было пустяком и не в нем нужно искать объяснение. Однажды я его встретил в союзе писателя и пробовал объясниться. Он посмеиваясь отвечал, «А зачем мне приходить? У вас свои дела, у меня свои». Потом он как-то позвонил, сказал Любе, что у него ко мне дело, пришел, сидел долго, но разговора не вышло. Все это не похоже на обычные дружеские отношения. Очевидно, нас связывали война и горькие послевоенные годы, а потом все оборвалось, и вдруг проступили два человека, непохожие друг на друга, каждый со своей судьбой. Василий Семенович продолжал работать. Были у него с продолжением романа большие огорчения, о которых мне трудно рассказать. Жил он замкнуто и умер летом 1964 года. Похороны его были горькими, с живыми слезами. Пришли те, кто должен был прийти, и никто не пришел из тех, кто был не мил Гроссману. Я увидел военных корреспондентов красной звезды, пришли все оставшиеся в живых. Я глядел на Василия Семеновича в гробу и терзался. Почему я пришел к мертвому, а не к живому? Думаю, что многих мучила та же мысль, почему не поддержали, не согрели. Вспомнились годы войны. Он был стойким солдатом, а судьба оказалась к нему особенно немилостивой. Это старая история. Судьба, видимо, не любит максималистов. В конце 1943 года вместе с Гроссманом я начал работать над сборником документов, которым мы условно называли черной книгой. Мы решили собрать дневники, частные письма, рассказы случайно уцелевших жертв или свидетелей того поголовного уничтожения евреев, которое гитлеровцы осуществляли на оккупированной территории. К работе мы привлекли писателей Всеволода Иванова, Антокольского, Каверина, Сейфолину, Переца Мартиша, Олегер и других. Мне присылали материалы журналисты, работавшие в армейских и дивизионных газетах. Назову здесь некоторых. Капитан Петровский, газета «Конногвардейц», Соболев, «Вперед на врага», Старцев, «Знамя Родины», Левада, «Советский воин», Улановский, «Сталинский воин», Капитан Сергеев, «Вперед», Корреспонденты Красной Звезды, Корзинкин, Гехтман, работники военной юстиции, полковник Мельниченко, старший лейтенант Павлов, сотни фронтовиков. Немало времени, сил, сердца я отдал работе над «Черной книгой». Порой, когда я читал пересланный мне дневник или слушал рассказ очевидцев, мне казалось, что я в гетто, сегодня акция и меня гонит к оврагу или рву. У меня сохранилась часть писем, дневников, записей. Я перечитал их и, хотя прошло двадцать лет, снова испытал ужас, смертельную тоску. Не понимаю, как мы это пережили и как хватило сил жить. Не о смерти я говорю, даже не о массовых убийствах, а о сознании, что нечто подобное могли совершать люди в середине двадцатого века, жители цивилизованной страны. Один из участников рижского гетто писал в своих записках, что в том же бараке находился известный историк Дубнов, которому тогда исполнилось семьдесят один год. Среди комендантов гетто был Йорган Зиберт, человек, когда-то учившийся в Гейдельбергском университете. Дубнов читал в Гейдельберге до Первой мировой войны лекции по истории Древнего Востока. Зиберт, узнав, что в гетто находится его бывший учитель, пришел к нему и долго смеялся. В молодости я был настолько глуп, что ходил на ваши лекции. Какой вздор вы нам рассказывали. Хотели, чтобы мы размякли и поверили в торжество гуманизма. Смешно. Йорган Зиберт не отказал себе в удовольствии лично присутствовать при убийстве Дубнова. Вот это страшнее всего. Значит, мало всеобщей грамотности университетских аудиторий, высокоразвитой техники, чтобы оградить людей от одичания. Я мечтал издать черную книгу и теперь приведу несколько страниц из нее не для того, чтобы помучить себя и читателей. Нужно помнить о том, что было в этом одна из порук, что люди не допустят повторения. Эвакуация в западных областях проходила беспорядочно и в трудных условиях. Здоровые мужчины были далеко, сражались. В самом начале войны немцы захватили Белоруссию, Украину, Литву, Латвию, землю, где издавна жило много евреев. В некоторых городах, как Вильнюс, Рига, Минск, гитлеровцы убивали евреев постепенно, в течение двух-трех лет. Молодым иногда удавалось бежать из гетто, и они воевали в партизанских отрядах. В других городах, как в Киеве или Харькове, все евреи были убиты вскоре после прихода немцев. Из десятков тысяч спаслись десятки. Одних прятали местные жители, другим удалось перейти линию фронта. Немало городов и местечек, где никто не спасся. Часто после освобождения города русский или украинец сообщал своему земляку еврею, бывшему на фронте, о судьбе его семьи. Вот письмо учительнице поселка Борзна Черниговской области Семеновой Росновскому. 18 июня 1942 года глубокой ночью, когда все спали, пришли в еврейские дома, забрали всех, 104 человека и повезли к селу Шаповаловка, где был противотанковый ров. Глубокого старика Уркина спросили перед тем, как застрелить. Хочешь жить, старик? Он ответил, хотел бы увидеть, чем все это кончится. 22-летняя Нина Кренхаус умерла с годовалой девочкой на руках. Учительница Раиса Белая, дочь переплетчика, видела, как расстреляли ее 16-летнего сына Мишу, сестру Маню с детьми, младшему было несколько месяцев. Она уже не понимала ничего и только волновалась, что потеряла очки. Письмо лейтенанту Выпиху от Соколовой из Артемовска. В их число попали ваши близкие родственники, мать, Бетя, Роза и Софочка. Их загнали в карьеры военстроя и замуровали заживо. Надо еще вам передать слова Софочки. Она плакала, говорила, почему наших так долго нет? Когда придут, расскажите. А мать ваша говорила, что одного хотела бы увидеть перед смертью сыновей. Герой Советского Союза, младший лейтенант Кравцов писал тестью о судьбе своей семьи, оставшейся в местечке Ялтушкино Винницкой области. 20 августа 1942 года немцы вместе с другими забрали наших стариков и моих малых детей и всех убили. Они экономили пули, клали людей в четыре ряда, а потом стреляли, засыпали землей много живых. А маленьких детей, перед тем, как их бросить в яму, разрывали на куски, так они убили мою крохотную нюсеньку. А других детей, среди них мою Адусю, столкнули в яму и закидали землей. Две могилы, в них полторы тысячи убитых. Нет больше у меня никого. Город Хмельник в Винницкой области был захвачен немцами 18 июля 1941 года. Из десяти тысяч евреев здесь спаслись относительно многие, двести шестьдесят. Часть рожалась в партизанских отрядах. Спастя и Беккер, который прислал мне описание того, что пережил. Там были такие строки. Сколько я не умолял разрешить не идти вместе с семьей, чтобы жене было легче вести детей на смерть, ничего кроме ударов прикладами не вышло. Погнали в сосновый лес за три километра от города. Там уже были приготовлены ямы. Все растеряли друг друга. Ребенок четырех лет Шайм, отца у него не было, а мать убили раньше, шел как взрослый в колонне. У ямы людей поставили в ряд, заставили раздеться и детей раздеть до гола. так стоять при страшном морозе, а затем сойти в яму. Дети кричали «Мама, зачем ты меня раздеваешь? На улице очень холодно». Розовая школьная тетрадь Это дневник студентки Сары Глейх. Изумительно, что она бегла, порой бессвязно и за дня в день записывала все. По первым записям видно, что она 17 сентября через месяц после того, как эвакуировалась из Харькова в Мариуполь, где жили ее родители, поступила на работу в контору связи. 1 сентября сестры Фаня и Рая, жены военнослужащих ходили в военкомат, просили их эвакуировать. Им ответили, что эвакуация не предвидится раньше весны. 8 октября она пишет «Начальник конторы Мельников утром сказал мне, что завтра эвакуируемся. Нужно подготовить документы, можно взять семью, значит отъезд обеспечен». В тот же вечер она продолжает «В 12 часов дня в город вошли немцы. город отдан без боя». Через много страниц запись 19 октября «Завтра в 7 часов утра мы должны оставить наше последнее пристанище в городе». 20 октября нас гнали к траншеям, которые были вырыты для обороны города. В этих траншеях нашли смерть 9 тысяч еврейского населения. Велели раздеться до сорочки, гнали по краям траншеи, но края уже не было. Все было заполнено трупами. В каждой седой женщине мне казалось, что я вижу маму. Один раз мне показалось, что старик с обнаженным мозгом мой папа, но подойти ближе не удалось. Мы начали прощаться, все поцеловались. Фаня все не верила, что это конец. Неужели я никогда не увижу солнца? А Владя спрашивал, мы будем купаться? Зачем мы разделись? Идем мама домой, здесь нехорошо. Фаня взяла его на руки, ему было трудно идти. Бася шептала Владя, тебя это за что? Фаня обернулась, ответила, с ним я умираю спокойно, знаю, что не оставляю сироту. Я не выдержала, схватилась за голову и начала дико кричать. Мне кажется, что Фаня еще успела обернуться и сказать, тише, Сара. На этом все обрывается. Когда я пришла в себя, были уже сумерки. Трупы лежавшие на мне вздрагивали. Это немцы стреляли, уходя, чтобы раненые не могли уйти, так я поняла из разговора немцев. Они боялись, что много недобитых и они не ошиблись. Было много заживо погребенных, кричали маленькие дети, которых матери несли на руках, а стреляли нам в спину и малыши падали невредимые, а на них валялись трупы. Я начала выбираться из-под трупов, встала, оглянулась. Раненые копошились, стонали. Я начала звать Фаню. Оказался рядом Грудзинский. Он был ранен в обе ноги, попытался встать и упал. Какой-то старческий голос напевал Лайтенах. Это было ужасно. Сара Глейх 27 ноября после месяца блуждания в степи узнала, что наши войска в пяти километрах от Большого Лога, куда она пришла. Ей удалось добраться до отряда красноармейцев. Письмо двадцатилетней Буси, которая жила в Краматорске, оно датировано августом 1943 года и начинается словами «Милые мои дорогие тетушки». Это письмо показывает, что переживали те немногие, которым удалось спастись. Может быть, это было еще страшнее, чем ожидание смерти. Да и Буся пишет, «Я сейчас думаю над бедным цензором, который прочитает это письмо, и пусть знает, что жизнь замечательная штука, как сказал Киров, и в то же время жизнь не стоит и копейки. Совсем не страшно знать, что тебя через несколько минут не будет». Она рассказывает тетушкам о 20 января 1942 года. Мороз 30 градусов. По улице идут женщины с вещами. Их подгоняют полицейские. Потом сажают в машины, везут к противотанковому рву. Среди них были и Мина, и Гриша с семьей, семья Шнейдера, жены братьев Брайловских с детьми, был Рейзен с Полиной. Он хоть перед смертью настоял на своем, в могилу она пошла с ним, а не с Кузнецовым. «Хватит. Я хочу только знать, не презираете ли вы меня за то, что я оставила мину. Оправдываться не буду». Я сказала маме, «Ты как хочешь, а я бегу». «Как я могла сказать такое маме?» «Очевидно, в такие минуты не рассуждаешь». Она пошла со мной, несколько раз порывалась вернуться с другими на казнь, заговорила о долге. Я, как сейчас помню, осмотрелась, дома закрыты наглухо, никто не пустит обогреться. Пусть замерзнем, пусть поймает, повесит, только не идти самой. Судите меня сами, и если признаете виновной, пусть будет по-вашему. Не считайте меня больше любимой племянницей. Это будет ужасно, но я буду знать, что это правильное суждение, и я это перенесу, как вынесло многое, как, наверное, вынесу еще много неожиданного и страшного. Я спрашивал себя не раз, что чувствовали немецкие солдаты, видя, как убивали беззащитные населения или узнав о расправах от своих товарищей. Вероятно, были такие, что ужасались происходящим, но молчали от страха, да и нужно было жить, идти в бой, шутить, пить и петь на отдыхе. Лучше было не думать о растерзанных детях. Мне известен, однако, случай, когда немецкий солдат спас женщину с детьми. Было это в Днепропетровске в 1941 году. Обреченные ждали, когда их погонят ко рву. Тогда к Тартаковской подошел солдат и тихонько сказал, «Я вас сейчас отсюда выведу». Он добавил, «Кто знает, что еще случится с нами». За укрывательство евреев немцы вешали или расстреливали. И все же нашлось немало советских людей, которые, рискуя жизнью, прятали у себя евреев. Файшток, который удалось убежать из Евпатории, писала мне, «Некоторые из тех, кого я считала друзьями, струсили, отшатнулись, а спас меня незнакомый мне человек Харенко». Так в жизни бывает часто. Цену человеку узнаешь в трудный час. Во всех письмах, дневниках, воспоминаниях спасшихся, имена русских, белорусов, украинцев, литовцев, латышей, которые помогли человеку уйти от смерти. Есть в Днепропетровской области село Благодатное. В нем бухгалтер колхоза Зиренко скрывал 32 души, 7 еврейских семейств из Донбасса. Конечно, колхозники догадывались, кто в хатах, но на вопросы немцев или полицаев отвечали здешние. В часы больших испытаний все проверяется, и душевная чистота, и смелость, и любовь. Гитлеровцы повсюду объявляли, что при смешанных браках, эвакуации, так они называли массовые казни, подлежат только лица еврейского происхождения и дети, у которых отец или мать евреи. В документах черной книги я нашел несколько рассказов о том, как русская жена или русский муж шли на смерть, говоря, что они евреи. Я возвращаюсь к мысли, которая меня преследует, когда я вспоминаю прошлое. Человек способен на все. Однажды ко мне в редакцию Красной Звезды пришел высокий, крепкий человек, офицер морской пехоты Семен Мазур. Он рассказал мне необычную историю. В битве под Киевом он был ранен, попал в окружение и переодевшись пришел в Киев, где жила его жена. Дома никого не оказалось. Он пошел к сестре жены. Та испугалась, начала уговаривать его покинуть город. Он ответил, что попытается добраться до своих, но хочет повидать жену и ребенка. Когда он подходил к своему дому, жена его увидела и закричала «Держите, жида!» Какие-то прохожие оглянулись, но прошла колонна грузовиков и Мазуру удалось скрыться. Он побрел на восток, дошел до Таганрога. Там его спрятала русская женщина Кравченко. Незалеченная рана дала осложнение. Мазуру отвезли в больницу. Русский врач упрямцев, узнав, что Мазуру еврей, снабдил его паспортом одного из умерших. Мазур снова пошел на восток. Кравченко немцы арестовали, выдали ее. Упрямцев спас многих, а летом 1943 года немцы его расстреляли. Мазур перешел линию фронта на Дону, сражался под Сталинградом, получил орден, был снова ранен. Он сидел напротив меня и требовал, чтобы я ему объяснил, почему его спасли чужие люди, и хотела выдать врагу жена. Я отвечал, что не знаю, как они жили вместе. Мазур говорил, что жили хорошо. Когда он уезжал на фронт, жена плакала, он успел получить от нее несколько писем. Я повторял, вы ее знаете, откуда мне знать, почему она так поступила. Он стукнул кулаком по столу. Вы обязаны знать, вы ведь писатель. теперь я должен рассказать о другой чете. Это было в местечке Монастырщина Смоленской области. Исаак Розенберг, служащий ЗАГСа, был тяжело ранен в бою неподалеку от Монастырщины. Ночью он дополз до своего дома. Жена Наталья Емельяновна спрятала мужа в подполье под печкой. У них было двое маленьких детей. Матери удалось их спасти. Она заявила немцам, что это дети не от Розенберга, а от первого мужа. От детей она скрыла, что в доме прячется отец, боялась, что они проговорятся. Розенберг ночью выходил из подполья, выпрямлялся, ел. Однажды четырехлетняя девочка увидела в щель чьи-то глаза и в страхе крикнула «Мама, кто там?» Мать спокойно сказала «Разве ты не видишь, что это крыса? У нас много крыс». Розенберг на обрывках немецких газет вел дневник. Записывал, что рассказывала ему жена, свои ощущения. Одна из страниц дневника посвящена кашлю. Он простудился, его душил кашель, но он сдерживался. Писал «Я никогда не думал, что может быть еще такая свобода, кашлянуть». Наталья Емельяновна заболела сыпняком. Детей взяли соседи. А она терзалась, муж умрет с голода. Она вернулась домой через две недели и нашла мужа ослабевшим, но живым. В сентябре 1943 года наши войска подошли к монастырщине. Немцы оказывали сильное сопротивление, они прогнали жителей местечко, и Наталья Емельяновна с детьми убежала в лес. Она вернулась, когда увидела первых красноармейцев. Дома не было, ищедымилась зола, чернила печь. Исаак Розенберг задохся от дыма. Он прожил под печкой 26 месяцев и умер за два дня до освобождения. Наталья Емельяновна сидела у печи, и в руке у нее была газета. Кусок дневника. Работая над черной книгой, я все время удивлялся то бесчеловечности, то благородству. Я глядел на развалины, на обугленные человеческие кости, на немецкие склады с детской обувью, с губной помадой, выслушивал людей, искалеченных навсегда пережитым, читал предсмертные письма, написанные на старых квитанциях, на клочке газеты, на немецкой листовке, и все яснее понимал, что ничего не понимаю. Да и не пойму, хотя, по словам Семена Мазура, я должен, как писатель, все понимать. В местечке Сорочинцы жила врач-гинеколог Любовь Михайловна Лангман. Она пользовалась любовью населения, и крестьянки ее прятали от немцев. С ней была дочь одиннадцати лет. Однажды к ней пришли и сказали, что у жены старосты трудные роды. Любовь Михайловна пошла, спасла роженицу и младенца. Староста ее поблагодарил и донес немцам. Когда ее с дочкой вели на расстрел, она сказала, не убивайте ребенка, а потом прижала дочь к себе, стреляйте, не хочу, чтобы она жила с вами. Не знаю, что меня больше потрясло, поведение врача или старосты. Черная книга была закончена в начале 1944 года. Я поместил в знамени несколько отрывков. Наконец, книгу отпечатали. Когда в конце 1948 года закрыли еврейский антифашистский комитет, книгу уничтожили. В 1956 году один из прокуроров, занятых реабилитацией невинных людей, приговоренных особым совещанием за мнимые преступления, пришел ко мне со следующим вопросом. Скажите, что такое черная книга? В десятках приговоров упоминается эта книга. В одном называется ваше имя. Я объяснил, чем должна была быть черная книга. Прокурор горько вздохнул и пожал мне руку. В начале 1965 года ленинградский журнал «Звезда» напечатал дневник 14-летней девочки Маши Роликайтис, заточенной в гетто Вильнюса, потом отправленной в лагеря смерти и чудом целевшей. Дневник снабжен предисловием поэта Эдуардоса Межилайтиса. Он пишет «Чтобы этого больше не повторилось». О том же думали 20 лет назад Василий Семенович Гроссман и автор этой книги воспоминаний. В этой книге я пытаюсь рассказать о людях, которых я встретил в жизни и одних лучше других хуже узнал. «Сейчас мне хочется рассказать о девушке, которой я никогда не видел». Вскоре после моего возвращения из Вильнюса ко мне в гостиницу «Москва» пришла Константинова, преподавательница, жившая в Кашине. Она рассказала, что ее дочь Ина была партизанкой и погибла в марте месяце. Вера Васильевна попросила меня прочитать дневник «Ины». Я положил школьные тетрадки в ящик стола и вспомнил о них только два месяца спустя. Было много газетной работы. Начал читать дневник, я не мог от него оторваться. дневник начинался с 1938 года. Ине тогда было 14 лет. Она записывала свою жизнь в течение четырех лет. Это раннее утро жизни. Читая, я невольно вспоминал мои школьные годы. Похоже, и не то, детство оставалось детством, но изменилась эпоха. После войны мне захотелось навестить Константиновых. Я побывал в Кашине. Это небольшой город Калининской области. Там мало заводов, большая базарная площадь, старые церквушки, деревянные домики. В одном из таких домиков жили Константиновы. И Александр Павлович и Вера Васильевна были педагогами. Кроме Ины, у них была вторая дочь Рена, младшая. Ина с детства много читала, но она любила и проказы, игры в свадьбу, в бутылку у каску, в американку, танцы, любила кататься на коньках, ухаживала за кошками, за щенками, работала в саду. Отличницей она не была и часто угрызалась, получая плохие отметки. Математика мне всю жизнь портит. Старалась наверстать потерянное. Ничего в ней не было болезненного, экзальтированного, исключительного. У нее была подруга детства Люся, с нею и наделилась всем, и когда родители увезли Люся в Магадан, страдала, что некому поверить свои тайны. Однако она отнюдь не была замкнутой, дружила со многими, всегда находила в товарищах хорошие стороны. Она училась в восьмом А, попала в девятый Б и сразу подружилась с Таней и Леной. В детдоме, куда она часто ходила, ей нравились Валя Амбражунос и Оля Руманова. Вообще мне в этом году везет на людей. Максим с Федором, Аленка, Таня Волкова, все чудные, славные, хорошие. Вот жаль только, что Люся уехала. Лидочка кожана. Какая она прелесть, идеальная девушка. Красивая, умная, отлично учится, прекрасный товарищ. Подружилась с Кларой Калининой. Когда началась война, Инна пошла в санитарную дружину, работала в госпитале. Ростовчанин Заславский, молодой, ранен в ногу, плечо и голову. Славный он человек и патриот. В школу поступили новые ученики. Москвич Женя Никифоров и Рэм Меншиков, ленинградец. Чудесные, милые ребята. Саша Куликов, кажется, останется у нас. Хорошо бы. По-моему, он прекрасный мальчик, умный, начитанный. В ноябре 1941 года эвакуация. Инна попадает в далекий город, в чужую школу. Два месяца спустя ей уже жалко расставаться с новыми друзьями, с Людой, Геркой, Галей, Вовкой. В июне 1942 года Инна становится партизанкой. Ее посылают в тыл врага. Она говорит о первом своем начальнике. Каких чудесных людей ставит судьба на моем пути. Он умный, чуткий, тонкий. О комиссаре Абрамове. Удивительно интересный человек. Такой образованный и тоже тонкий. Это мое выражение. Я-то его хорошо понимаю. Вот я товарищи по партизанскому отряду. Гриша Шивачев. Высокий, худой, еврейского типа мальчик, славный парень. Игорь Глинский, чудесный мальчишка, поразительное чувство юмора, умный, начитанный. Макаша Березкин, ну прелесть, всегда весел, всегда улыбается, не отказывается ни от какого дела. Потом она пишет сестре. Зоя была моей лучшей подругой, замечательная девушка. И она погибла геройской смертью. Именно геройской. Погибло много замечательных людей. Самыми близкими я считаю Зою, Камбрига Арбузова, Радиста Геньку, Игоря Глинского и Гришу Шивачева. И вот из них остался только Игорь. В отряде был 15-летний Вадик Никаненок. Девушки удивленно спрашивали Ину, «О чем ты с ним разговариваешь?» Она отвечала «А он такой интересный». Она была веселой, прыскала, как и полагается, девчонки. У Феди Германа на щеке были две замечательные кляксы. Я как их увидела, так уж успокоиться не могла, чуть не до слез хохотала. И вдруг меня вызывает. Я даже не знаю, что ей отвечать. Кое-как по подсказкам отвечала и получила хорошо. Но среди ответа вдруг меня такой смех разобрал, я не удержалась и фыркнула на весь класс. Так нехорошо получилось. Сегодня был в пионер-доме вечер, посвященный 35-летию какой-то стачки. Сначала танцевала девочка в шелковых панталонах, затем сел на стол и провалился какой-то десятиклассник. Потом кто-то снаружи разбил стекло, и Питанов через окно стал ловить разбойника. Хохотали неимоверно. Инна читала многое беспорядочно. В 15 лет, она записывает, взяла Шиллера статьи по эстетике. Жаль только, что я там некоторые вещи не понимаю. Нужно прочитать Канта, Гегеля и других философов, а затем уже и эту книгу. Философией кажется она не увлекалась, как многие ее сверстницы восхищалась Мартином Иденом, плакала над Оводом. Ее волновали самые не схожие авторы, Мамин Сибиряк и Гайдар, Шпильгаген и Герман, Вербицкая и Андрожид и налюбила стихи. В 16 лет ей нравился Натсон и она отрицала Маяковского, знала его только по школьным хрестоматиям. Потом она узнала и полюбила другого Маяковского, повесила его портрет в своей комнате. Она писала, что Гейн и так хорош, что мирит ее с немецким языком. Она часто повторяла стихи Блока, в старой Ниве нашла его ранние стихи. Она увидела в Московском музее картины старых итальянцев, картины современных художников, на которых физиономия не отличается от помидора и темы, которых однообразны, как песчаные холмы, никогда нельзя назвать живописью. Это мальдня. Современные скульптуры, в которых красота заменена динамичностью и выразительностью, нельзя причислить к произведениям благородного искусства. Никогда не появится Джо Кондо, шрески итальянских мастеров, никто не напишет божественной комедии Иоанны Карениной. Мир теряет самое лучшее красоту. В 16 лет ей казалось, что виноваты в этом вкусы народа. Год спустя над этой фразой она надписала неправда над осуждением Маяковского заблуждение. А любовь к красоте оставалась. Ее Инна никогда не считала заблуждением. Подростки часто мечтают стать актрисами или писателями. Инна хотела учиться в юридическом институте. Потом, будучи партизанкой, она переменила планы и в 1944 году просила мать послать документы в авиастроительный институт. Я ее не вижу ни прокурором, ни авиаконструктором. Но хорошо, что ее не тянуло ни в театральное училище, ни в литературный институт, хотя, разумеется, она участвовала в школьных спектаклях и, влюбляясь, тайно писала стихи. Влюблялась она часто, страстно и каждый раз считала вот это настоящая любовь. В 15 лет она влюбилась в товарища по школе. Мне стоит огромных усилий воли не сесть на скамью, откуда видно его. Я любуюсь им только тогда, когда он проходит мимо по коридору. Но если я замечаю на себе его взгляд, то делаю гримасу презрения. Зачем? Неужели это правда бессознательная тактика Жульена Сореля? Не может быть, ведь он действовал из гордости, а я люблю. Левушка уехал, Инна о нем тосковала. Мама говорит, что я не его люблю, идеал, который я создала? По-моему, нет, ведь я вижу все его недостатки, знаю все плохие стороны и все-таки люблю. Люблю все в нем, даже недостатки. Прошло три месяца, и Инна в страхе спрашивала себя, я не понимаю, неужели можно любить несколько раз и всегда одинаково сильно, только разница в том, как любить. Левочку мне хотелось чувствовать около себя, хотелось держать его руки, целовать его, а этот, нет, совсем не то, с этим я больше всего в жизни хотела бы быть друзьями, знать, что он меня любит. Николай, по ее словам, был к ней равнодушен. Я танцевала с ним, вдруг подходит он ко ко мне, и я пошла танцевать с ним. Я все время путалась, сбивалась, пролепетала что-то, что я не умею, и все. Я все-таки стараюсь показать, что он мне совершенно безразличен, и, кажется, выходит. Инна узнала ревность, опять он провожал ее домой. Она сердилась на себя, в любви надо быть гордой, и если ему нравится другая, так я не хочу быть пайщиком. Но вскоре после этого поняла, что не все в жизни подчинено разуму. Очевидно, это чувство сильнее гордости и самолюбия, да и могут ли они существовать вместе с любовью? Нет, никогда. В 1940 она подружилась с двумя одноклассниками, воспитанниками детдома, Максимом Пирушко и Федей Германом. Они рассказали о том, как арестовали их родителей, причем так спокойно, что можно подумать, что это случилось не с ними. У Максима сначала взяли отца, а затем в поезде мать. Он даже не простился с ней. У Феди сначала мать, потом отца. Теперь обе матери в Карганде, а где отцы неизвестно. Они оказываются как мы, когда особенно есть о чем поговорить, когда сильные переживания уходят куда-нибудь, где никто не мешает и говорят обо всем. Ине в 1937 году было 13 лет. Беда обошла ее родителей. Мир девочки узок, а для Максима и Феди аресты невинных были будничным явлением, бытом. Легко понять, как это всполошило ину, которую больше всего возмущала несправедливость. Федя стал ее лучшим другом. Она часто ходила в детдом. Федя показал ей фотографии отца, матери, сестры. Вчера они сказали мне самую неприятную вещь. Пришел приказ из наркомата, чтобы воспитанников детдомов старше 14 лет отправлять в ремесленные училища. Значит, скоро они уедут. Она пишет дальше. «Вчера был вечер в детдоме, посвященный Дню Конституции. Когда я прихожу туда, то для меня это действительно праздник. Только там мне по-настоящему хорошо и весело. Я танцевала немножко, но больше сидели в углу с Федей и разговаривали. Он был какой-то грустный, как он говорит, потому что вспоминал, как три года тому назад в эти дни были арестованы его родители. На наше тет-а-тет обратили внимание учителя, и сегодня со мной мама говорила об этом. Думаю, что это только дружба, не больше. Но эта дружба мне очень дорога и незаменима. Сейчас Федя мне сказал, что у него 19 марта умерла мама. Боже мой, как это тяжело и как трудно пережить. В дневнике Инны меня поражают душевная взыскательность, честность, прямота. Еще ученицей седьмого класса она ненавидела подлис. Она была комсомолка, входила в совет о Савиахиме. Осенью 1940 года она писала «В нехорошее, темное, неясное время начала я эту тетрадь. Сегодня живем так, а что будет завтра неизвестно». Инна болезненно относилась к любой фальше. В дневнике она размышляет над несоответствием между различными трудностями, связанными с надвигавшейся войной, и неискренними, чересчур радужными речами, которые раздавались на собраниях в Кашине. Ведь это ложь. Но зачем это? Люси нет, и нет с кем поговорить на эту тему. В 16 лет она умела думать, умела взглянуть правде в глаза и три года спустя погибла, сражаясь за правду. В дневнике имя многообычного, сближающего его с дневниками девочек ее возраста. Есть и не столь обычное. Может быть, любовь к искусству, к поэзии, придавала ей особой душевной настроенность. В 14 лет она писала «Сейчас очень тихий, не по-январски мягкий вечер. Все кажется особенно хорошим, все покрыто розовато-кремовым светом, скоро зайдет солнце, все должно было быть легким, приятным, но нет этого. Наоборот, появляется какая-то тоска. Отчего? Кажется, нет никаких видимых причин, но вот это «но» и мешает. Людям без него легче. Например, Лиза, Нюра, они живут настоящим реальным миром, а я не могу. Для меня гораздо важнее мечта, фантазия. Что же делать, если я не могу жить в исключительно романтических условиях? Например, в Италии или хотя бы на Дальнем Востоке, а живу в каком-то затхлом городишке, где никаких событий. Полгода спустя она вернулась к раздумьям о своем характере. Я имею двойную душу, первое «я» появляется по вечерам. Это «я» живет только будущим, мечтами. Эта душа грустная, тоскливая покидает меня иногда. И тогда я становлюсь с современной девочкой. Тогда меня интересуют злободневные вопросы. Трудно будет мне жить с такими противоположными наклонностями в душе. Это как бы два разных человека. О смерти Ина впервые подумала, прочитав рассказ о семи повешенных Андреева. Какая это жуткая вещь чувствовать неизбежность близости смерти. Я пробовала представить себя на их месте, но ничего не вышло. То мне казалось, что я буду спокойно ждать конца и даже не думать о нем, то казалось, что я буду кого-то умолять, бесцельно метаться. В Кашине покончил с собой один педагог. Инна была потрясена, хотя почти не знала самоубийцы. Какой ужас! Сейчас узнала, что отравился Жигарев, учитель из техникума. Неужели не было другого выхода? Значит, не было. Как жутко осознавать безвыходность положения, видеть смерть неизбежную и близкую. Луна, снег и тишина, тишина, как сказки. Когда-нибудь в такую же ночь я пойду в лес и наступит сказка. Как мелко все то, о чем мы плачем, чему радуемся, как бедна и прозаична наша жизнь. Есть только одно действительное событие в жизни каждого, одно стоящее того, чтобы перед ним преклониться. Смерть шаг в неизвестное и несуществующее. Май 1941 года был в жизни Инны счастливым. Мы случайно сели рядом с Мишей Ушаковым и случайно разговорились. И я, что называется, по уши. Ну, можно ли выразить все чувства, которые внезапно возникают в такие минуты? Он иногда даже странным кажется, но я люблю в нем и эту странность. Мы все время сидели рядом с Мишей, провозгласили нас женихом и невестой и кричали нам горько. Опять целовались. Как хорошо жить, когда за спиной у тебя шестнадцать лет и девять классов, яркое солнце и хорошие отметки, большая дружба и светлая любовь, а впереди, а впереди жизнь. Миша читал и не стихи Фофанова. Все тает, надежды и годы, и память о милом когда-то, как лед пробужденной природы, растает, уйдет без возврата. Но могли ли эти печальные строки смутить семнадцатилетних влюбленных? Двадцать второе июня 1941. Еще вчера все было так спокойно, так тихо, а сегодня, боже мой. Бомбежки, расставания с друзьями, тревога за Москву, за родину. Даже воздух стал другим. Что-то будет. На фронт это мечта разбить фашистов. В дневнике Инны нет деклараций. Она любила людей, доверяла им. Это помогало ей пережить испытания. «Нет, с такими людьми не пропадет наша страна, не может пропасть». Она отнюдь не романтизировала войну. Когда умерли двое раненых в госпитале, где она работала, она написала «Во имя чего отдали они жизнь? Во имя чего теряют жизнь сотни тысяч других молодых смелых? Кто ответит на этот вопрос?» Вернувшись из эвакуации в Кашин, Инна узнала, что Миша Ушаков умер от раны, полученной в бою. Она поняла, а может быть убедила себя, что Миша был ее большой, настоящей, единственной любовью. Она подала заявление в рай военкомат, просила отправить ее на фронт, говорила, что кончила курсы сам дружинец и неплохо стреляет. Ответа долго не было. Инна ходила в школу, увлекалась молодыми людьми, плакала тихонько по Мише, спрашивала себя, когда же кончится эта проклятая война? Старалась развлечься. Иногда танцуем под патефон, мама называет это легкомыслием, она не может понять, как мы сейчас можем думать о развлечениях, а на самом деле хоть на минуту хочется забыться от всех ужасов, и так скупы наши развлечения, что на них не следовало бы и обижаться, да и скоро они кончатся. Развлечения действительно скоро кончились, в июне 1942 года Инну послали в тыл врага. Она уехала, не сказав ничего родителям, написала из Калинина, я знаю, это подлость по отношению к вам, но ведь так было лучше, я все равно не выдержала бы маминых слез. Сражалась она хорошо, об этом рассказывают уцелевшие товарищи, ходила в разведку, участвовала и в боях с карательными отрядами, и в заданиях, взрывали мосты, нападали на склады. Я не стану говорить о ее боевой жизни, героизм был в те годы буднями многих. Я переписывал отрывки из школьных дневников, чтобы показать истоки этого героизма, многое предрешило взыскательность к себе, прямота, честность. Однажды Инну послали как разведчицу собрать сведения о немецком гарнизоне. Когда она шла назад, гитлеровцы ее задержали. Офицер бил девушку по лицу, потом начал жечь сигарой ее руку. Инна молчала. За полгода до начала войны ей вырывали зуб. Я так плакала и сама не знаю когда и как это кончилось. Казалось, что если боль увеличится хоть на йоту, то я сойду с ума. А когда фашист ее пытал, она молчала. Я думала только об одном, как бы не показать свою слабость. Она писала матери нежные простые письма. Иногда ночью вдруг проснусь оттого, что живо-живо представится, что ты сидишь у меня на кровати, как когда-то дома. И мне так хорошо, так тепло. Проснусь и нет никого. И все пусто. Мне теперь все время вспоминается домашнее, прошлогоднее. И Мишу жаль так, как, пожалуй, в прошлый год не жалела, потому что теперь я по-настоящему оценила жизнь. Вы все-таки считаете меня чеглини героем, напрасно. Я всего только советский человек. Отец Инны Александр Павлович был направлен в ображеский тыл. Он встретил Инну и рассказывал мне, что когда он назвал ее девочкой, она запротестовала. Папа, я уже не девочка, я разведчица второй калининской партизанской бригады. Однако узнал, что отца в вещевом мешке сласти, Инна попросила дай сладенького. Партизанка оставалась самой собой. В письме к школьной подруге Лене она рассказывала безумно влюбилась в одного товарища и он любил. А потом он погиб, думала с ума сойду, ты ведь знаешь мой характер. Портрет Инны был бы неполным, если бы я опустил одну запись в ее дневнике. Она, как я говорил, участвовала в боях, стреляла из автомата, это казалось ей легким. Она записала в дневник, когда расстреливали предателя старосту. Держался он твердо, ни слова не сказал, только концы пальцев чуть дрожали. И умер он спокойно. Стреляла в него зойка, и рука не дрогнула. молодец. А мне было чего-то жутко. Чувствовала себя отвратительно. В ночь на 4 марта 1944 года несколько партизан спали в лесной землянке. Перед рассветом часовой разбудил их, немцы. Инна поняла, что всем уйти не удастся. Она крикнула товарищам «Уходите!» и, встав на колено, стала стрелять из автомата. Она погибла в том снежном лесу под звездами, о котором писала три года назад. Ей не было и 20 лет. Я написал Абини вскоре после того, как прочитал ее дневник. После войны дневник издали, чуть приглаженный. Не хотели, чтобы героиня говорила обезнанке жизни, а это яснее показывает ее верность и душевное мужество. В этом, как и во многом другом, она была, повторяю ее слова, с советским человеком. Она многим до войны возмущалась, а в трудный час пошла защищать советскую землю. Я дал дневник Инне Триоле. Она его перевела на французский язык. Вышли переводы и в других странах. В 1958 году при автомобильной катастрофе погибла мать Ины. А отец живет в том же деревянном домике с Реной, со внуком. Мальчик уже ходит в школу. Недавно я видел Александра Павловича. И, конечно, мы снова говорили о Бине. Мне кажется, что я ее знаю лучше, чем некоторых людей, с которыми прожил долгие годы. Не только потому, что она умела хорошо исповедоваться в дневнике, но и потому, что мне душевно близка эта девочка или девушка, с которой я встретился только после ее смерти. Прежде открывали материки, острова, скоро, наверное, начнут открывать планеты, но для писателя во все времена было и будет самым важным открытие человеческого сердца. Вот почему я включил рассказ о Бине Константиновой в книгу, посвященную моей жизни. Инна помогла мне много еще раз проверить в трудное время, когда война вытаптывала в человеке все, что мы обычно называем человеческим. Мне кажется, что короткая жизнь Инны помогает понять, почему советские люди выдержали испытания и победили. Это исповедь поколения, которое было скошено раньше, чем успело всколоситься. И вместе с тем, как это не звучит странно, рассказывая о некоторых сторонах душевной жизни Инны, я говорю и о себе. В 1944 году один из военных корреспондентов Красной Звезды писал обо мне. На забрызганном грязи в Виллисе ехал по прифронтовой полосе немолодой, предельно штатский человек в мешковатом коричневом пальто в меховой штатской шапке с сигарой. Он неторопливо ходил по передовым позициям, несколько сутулясь, разговаривая тихим голосом и ни секунды не стараясь скрывать то обстоятельство, что он глубоко штатский человек. Когда в конце января я сказал генералу Толенскому, что хочу поехать в Восточную Пруссию, он улыбнулся. Только придется вам надеть форму, а то чего доброго вас примут за фрица. Звания у меня не было, и новенькая офицерская шинель без погон выглядела на мне, пожалуй, еще смешнее, чем мешковатое коричневое пальто. Впрочем, об этом я подумал только тогда, когда немцы начали меня упорно именовать господином комиссаром. Наши войска быстро продвигались на запад, оставляя позади островки, в которых держались окруженные гитлеровцы. В городе Бартенштейн еще горели дома. Рядом были немецкие позиции. Я встретил генерала Чанчебадзе, он смехался. Это не ржев. Говорил, что солдаты рвутся вперед, жаловался, мало снарядов. Немцы продержались в том котле еще два месяца. В Эльбинге, когда я туда попал, продолжались уличные бои. Враг порой поспешно отступал, порой отчаянно сопротивлялся. Мины были заложены повсюду, в зданиях школ, в крестьянских амбарах, в магазинах обуви. Генерал кричал в телефон, слушай, прибавь огонька, он черт огрызается. А солдат рассказывал о товарище. Говорил, шрицы выдохлись, а дня не прошло. Я его притащил в санбат. Посмотрели, говорят, поздно. Все понимали, что дело идет к концу, но никто не был уверен, что до него доживет. В начале февраля погода резко изменилась, пришла ранняя весна, на солнце было тепло, в брошенных садах зацветали подснежники, лиловые крокузы. Близость развязки делала смерть особенно нелепой и страшной. От мысли, что мы продвигаемся вглубь Германии, у меня кружилась голова. Я столько писал об этом, когда гитлеровцы были на Волге, а теперь я ехал по хорошей гладкой дороге, обсаженной липами, глядел на старый замок, на ратушу, на магазины с немецкими вывесками, и все не верилось. Неужели мы в Германии? Как-то повстречался я со старыми друзьями, тацинцами. Мы, долго улыбаясь, бессмысленно повторяли, вот, значит, где. Почти у каждого было свое горе. Погибли два брата, сожгли дом и угнали сестер в Германию, убили мать в Полтаве, всю семью замучили в Гомеле. Ненависть была живой, не успевшей притихнуть. Бог-то мой, если бы перед нами оказались Гитлер или Гиммлер, министры, гестаповцы, палачи. Но на дорогах жалобно скрипели телеги, метались без толку старые немки, плакали дети, потерявшие матерей, и в сердце подымалась жалость. Я помнил, конечно, что немцы не жалели наших. Все помнил. Но одно дело фашизм, рейх, Германия. Другое старик в нелепой тирольской шляпе с перышком, который бежит по развороченной улице и машет клочком простыни. В Ростенбурге красноармеец яростно колол штыком девушку из Папье-Маше, стоявшую в витрине разгромленного магазина. Кукла какикливо улыбалась, а он колол, колол. Я сказал брось, немцы смотрят. Он ответил гады, жену замучили. Он был белорусом. В том же Ростенбурге комендантом города назначили майора Розенфельда. Гитлеровцы убили его семью, а он делал все, чтобы оградить население немецкого города. он оставил меня ночевать. В доме богатого фашиста на стене висела любительская фотография. Дочь хозяина подносит букет Гитлеру. Местные жители рассказывали, что в этом доме останавливался фюрер, когда приезжал в Восточную Пруссию. Майор Розенфельд горевал, что его оторвали от полка, но работал чуть ли не круглые сутки. При мне к коменданту привели маленькую девочку. родители погибли. Майор ласково и печально глядел на нее. Может быть, вспоминал свою дочку. Сколько раз он, наверное, повторял про себя слова о священной мести, а в Растенбурге понял, что это была абстракция и что рана в его сердце не заживет. Радость победы и здесь смешивалась с той печалью, которая неизменно рождается, когда видишь войну ни на полотне баталиста, ни на экране, а под носом. Расщепленные дома, пух от перин, беженцы, узлы, недойные коровы, а чей-то далекий пронзительный виск застревает надолго в ушах. Некоторые города были разбиты артиллерией. В Крейтсбурге уцелела только тюрьма. Среди развалин Велау я не нашел ни одного немца. Все убежали. Другие города уцелели. В Растенбурге жители очищали улицы от обломков мебели, разломанных телег. В Эльбинге оказалось 60 тысяч человек, треть населения осталось. Восточная Пруссия издавна считалась самой реакционной частью Германии. Здесь было мало заводов, мало рабочих. Зажиточные крестьяне голосовали за Гинденбурга, потом дружно кричали Хайль Гитлер. Помещики были подлинными зубрами, любая либеральная поблажка казалась им оскорблением родовой чести. В городах жили коммерсанты, чиновники, адвокаты, врачи, нотариусы, люди интеллигентских профессий, которых трудно причислить к интеллигенции. Дома были чистыми, благоустроенными, с мещанским уютом, с рогами оленей в столовой, с вышитыми сентенциями о том, что порядок в доме, порядок в государстве, или что трудись и увидишь сладкие сны. В кухне стояли фаянсовые банки с надписями «Соль, перец, тмин, кофе». На полке красовались книги, Библия, стихи Уланда, иногда Том Гетте, доставшиеся в наследство, и десяток новых изданий «Майн Кампш», «Поход на Польшу», «Расовая гигиена», «Наша верная Пруссия». В таких городах, как Растенбург, Летцен, Топиау, не было городских библиотек. В Бартенштейне мне сказали, что здание музея невредимо. Я всполошил коменданта, «Сейчас же поставьте охрану». Пошел в музей и стало не по себе. Кроме чучел животных, там были весьма однообразные экспонаты. Огромный портрет Гинденбурга, карта военных действий в 1914 году, трофеи, погоны русского офицера, фотографии разрушенной Варшавы, портреты местных благотворительниц. Наши солдаты разглядывали обстановку. Один, помню, усмехнулся, «В такой берлоге можно жить». Другой выругался, «Сволочи, жили хорошо, чего они к нам полезли? Ты посмотри, ведь полотенца наши!» Он показал на вышитые украинские полотенца в нарядной кухне. Я ужинал в Эльбинге у командира корпуса генерала Анисимова, когда прибежал лейтенант, «Разрешите доложить!» Лейтенант сказал, что в одном из подвалов обнаружены 30-40 человек, которые отказываются выйти наружу, кричат, что они швейцарцы и требуют, чтобы их оставили в покое. Недоразумение вскоре выяснилось. Генералу привели человека в костюме перепачканным углем, давно не бритого, который представился Карл Брэнденберг, вице-консул Швейцарии. Оказалось, в Эльбинге проживало довольно много швейцарцев. Они здесь обосновались как специалисты по изготовлению сыров. Генерал приказал напоить и накормить голодного вице-консула, а потом вывезти всех швейцарских граждан из подвала. Меня удивило, что охранная грамота, которую нейтральный сыровар предъявил, была написана на русском языке и выдана швейцарским правительством осенью 1944 года. Вице-консул объяснил, в Берни предвидели события и, чуть усмехнувшись, добавил, в Берни, но не в Эльбинге. Генеральный векарий жаловался мне, что при Гитлере немцы растеряли веру. О том же говорили и два пастора. Мне же казалось, что они просто сменили предмет культа. Непогрешимость папы перестала интересовать католиков, зато они свято верили в непогрешимость фюрера. Вторжение Красной Армии в Восточную Пруссию застало жителей врасплох. Они верили не только Гитлеру, но и его помощникам. А Гауляйтер Эрих Кох еще в начале января писал, русские никогда не прорвутся вглубь Восточной Пруссии. За четыре месяца мы вырыли окопы и рвы общим протяжением 22 875 километров. Цифра успокаивала. В Липштадте я нашел незаконченное свидетельство об арийском происхождении. 12 января некто Шеллер, решив жениться, заполнил анкету о своих предках, но не успел представить справку об одном из дедов. 26 января в Липштадт вошли советские танки. В 1944 году я часто спрашивал себя, что произойдет, когда Красная Армия войдет в Германию. Ведь Гитлеру удалось убедить не отдельных изуверов, а миллионы своих соотечественников, что они избранная нация, что плутократы и коммунисты объединившись лишают талантливых и трудолюбивых немцев жизненного пространства и что на Германии лежит великая миссия установить в Европе новый порядок. Я помнил некоторые разговоры с пленными, дневники, которые поражали не только жестокостью, но и культом силы, смерти, помесью вульгарного нитшианства и воскресших суеверий. Я ждал, что население встретит Красную Армию отчаянным сопротивлением. Повсюду я видел надписи, сделанные накануне прихода наших войск, проклятия, призывы к борьбе. Растенбург всегда будет немецким. Эльбинг не сдастся. Граждане Тепиау помнят о Гинденбурге смерть русским. Я прочитал листовку, в которой почему-то упоминались традиции Вервольфов. Я спросил капитана занятого пропагандой среди войск противника и, следовательно, хорошо знавшего немецкий язык, что такое Вервольф. Он ответил «Фамилия генерала. Кажется, он сражался в Ливии». Я решил проверить, заглянул в толковый словарь и прочитал «В древних германских сагах Вервольф обладает сверхъестественной силой. Он облачен волчью шкуру, живет в дубовых лесах и нападает на людей, уничтожая все живое». В Растенбурге я нашел школьную тетрадку. Какой-то мальчик написал «Клянусь быть Вервольфом и убивать русских». Но в том же Растенбурге не только подростки или старики, но и застрявшие жители призывного возраста вели себя как пай-дети. гитлеровцы изготовили маленькие кинжалы с надписью на клинке «Все для Германии». В инструкции говорилось, что эти кинжалы помогут немецким патриотам бороться с красными захватчиками. Я взял такой кинжал, он не служил консервным ножом, а про заколотых красноармейцев я не слыхал. Все это было разговорами, фантазией Геббельса, зловещей фашистской романтикой. Конечно, среди гражданского населения были не только безобидные старики и ребята, были и волки, но в отличие от мифических вервольфов, они предпочитали временно нарядиться в овечью шкуру и аккуратно выполняли любой приказ советского коменданта. Я побывал в десятках городов, разговаривал с разными людьми, с врачами, нотариусами, учителями, крестьянами, трактирщиками, портными, лавочниками, токарями, пивоварами, ювелирами, агрономами, пасторами, даже с одним специалистом по изготовлению генеалогических деревьев. Я искал ответа у католика-викария, у профессора Марбургского университета, у стариков, у школьников, хотел понять, как они относятся к идее народа-господ, к мечте о завоевании Индии, к личности Гитлера, к печам Освенцима. Повсюду я слышал то же самое. Мы ни при чем. Один говорил, что он никогда не интересовался политикой, война была бедствием, Гитлера поддерживали только эсэсовцы. Другой уверял, что на последних выборах в 1933 году он голосовал за социал-демократов. Третью клялся, что был связан со своим Шуриным, который коммунист и участвует в Ганновере в подпольной организации. Возле Эльбинга в селе Хоенвальд один немец поднял кулак, приветствуя господина комиссара. Ротфронт! В его доме нашли альбом любительских фотографий. Вешает русских возле витамицы доска с крупной надписью «Я хотел зажечь лесопилку подсобник партизанов». Еврейские женщины со звездами на груди ждут в вагоне расстрела. Находка не заставила мнимого родфронтиста примолкнуть. Он продолжал говорить о своей борьбе против нацистов. Эти фото оставил неизвестный штурмовик, который, наверное, приходил к моему брату. Мой брат был очень наивным, его убили на Восточном фронте, а я воевал в Голландии, во Франции, в Италии, в России я не был. Можете мне поверить, в душе я коммунист. Конечно, среди сотен людей, с которыми я беседовал, были и такие, что говорили искренне, но я не мог отличить их от других. Все повторяли одно и то же. Я в ответ вежливо улыбался. Пожалуй, наиболее искренним мне показался пожилой немец, который возвращался с Запада в Прессиш-Эйлау. Он сказал «Герр Шталин хат гезикт их гея на хаузе. Господин Сталин победил, я иду домой». Люди, с которыми я разговаривал, вначале отвечали, что они ничего не знали об освенцами, о факельщиках, о сожженных деревнях, о массовом уничтожении евреев. Потом, видя, что ничто непосредственно им не угрожает, признавались, что отпускники о многом рассказывали и осуждали Гитлера, эсэсовцев, гестапо. Третий рейх, еще недавно казавшийся незыблемым, рухнул сразу. Все на некоторое время схоронилось, залезло в щели. Упрощенное ницшеанство и разговоры о превосходстве немцев, об исторической миссии Германии. Я видел только желание спасти свое добро да привычку пунктуально выполнять приказы. Все почтительно здоровались, старались улыбнуться. В районе Мазурских озер моя машина завязла. Откуда-то прибежали немцы, вытащили машину, наперебой объясняли, как лучше проехать дальше. В Эльбинге еще стреляли, а корректный упитанный бюргер проявил инициативу, принес складную лесенку и переставил на больших часах стрелку на два вперед. Они идут замечательно, сейчас три часа двенадцать минут по московскому времени. Комендантом города назначили строевого офицера, и, конечно, он не был специально подготовлен для такого рода должности. Расклеивали стереотипное объявление правила. Один наш комендант смеясь говорил, я и не прочитал, что там написано, а они изучили от первой буквы до последней, что можно, чего нельзя. Часа не прошло, как начали приходить. Один спрашивает, может ли забраться на крышу и залатать дыру, другой, куда ему доставить русскую работницу, она лежит больная, третий ябедничает на соседа. В Эльбинге я увидел необычайную очередь. Тысячи жителей города жаждали проникнуть в тюрьму. Я обратился к одному на вид самому миролюбивому. Зачем вам здесь стоять на холоду? Покажите мне город, вы, наверное, знаете, в каких кварталах еще стреляют. Он вначале сетовал, потерял свое место в очереди, говорил, что тюрьма теперь самое безопасное место, русские, наверное, поставят охрану, и можно будет спокойно переждать. Он несколько успокоился, только когда я обещал вечером его доставить в тюрьму. Это был вагоновожатый трамвай. Я его не спрашивал о Гитлере, знал, что он ответит. Он рассказал, что его дом сгорел, он едва успел выскочить в одном пиджаке. День был холодный, мы проходили мимо магазина готового платья, на улице валялись пальто, плащи, костюмы. Я сказал, чтобы он взял себе пальто. Он испугался, что вы, господин комиссар, это ведь трофеи русских. Я предложил ему выдать письменное удостоверение. Подумав, он спросил, а у вас есть печать, господин комиссар? Без печати это не документ, на слово никто не поверит. По Ростенбургу в меня водил мальчик Вася, которого немцы пригнали из Гродно. Он рассказал, что работал в доме богатого немца, на груди у него была бирка. Все на него кричали, теперь он шел рядом со мной, и встречные немцы учтиво его приветствовали. Добрый день, господин Вася. Позднее в западно-германской печати много писали о русских зверствах, стремясь объяснить приниженное поведение жителей естественным ужасом. По правде сказать, я боялся, что после всего учиненного оккупантами в нашей стране красноармейцы начнут сводить счеты. В десятках статей я повторял, что мы не должны, да и не можем мстить. Мы ведь советские люди, а не фашисты. Много раз я видел, как наши солдаты хмурясь, молча проходили мимо беженцев. Патрули ограждали жителей. Конечно, были случаи насилия, грабежа. В любой армии имеются уголовники, хулиганы, пьяницы. На наше командование боролось с актами насилия. Не произволом русских солдат следует объяснить угодливость гражданского населения, а растерянностью. Мечта рухнула, дисциплина отпала, и люди, привыкшие шагать по команде, заметались, как стадо испуганных овец. Я радовался победе близкому концу войны. Оглядеть вокруг было тяжело, и не знаю, что меня больше стесняло. Развалены городов, метели с пуха на дорогах, неприниженных покорность жителей. Те дни я почувствовал, что круговая порука связывает свирепых эсэсовцев и мирный госпожу Мюллер из Растенбурга, которая никого не убивала, а только получила дешевую прислугу с частью из Орла. Глядя на улыбки обывателей Растенбурга или Эльбинга, я не чувствовал злорадства. Во мне смешивались близклилость с жалостью. И это порой отравляло то большой части, которое я испытывал, видя наших солдат, прошедших с боем от Волги до устья Вислы. Отдыхал я, беседуя с освобожденными людьми, с советскими девушками, с гражданами и солдатами, порабощенных Гитлером стран. В Бартенштейне мне довелось быть свидетелем редкостной встречи. Один боец, смоляк, среди освобожденных советских женщин, нашел свою сестру с двумя детьми, одиннадцати и девяти лет. Еще недавно эта женщина рыла те рвы, которыми хвастала Рихкох. Она ничего не могла вымолвить, только плакала «Вася, Васенька!» А старший мальчик восхищенно разглядывал две медали на груди дяди Васи. Кого только не привелось мне встретить. Среди освобожденных были люди разных стран, разных профессий. Французы, военнопленные, бельгийцы, югославы, англичане, несколько американцев, студенты зафин, голландские актеры, чешский профессор, австралиец-фермер, польские девушки, священники, экипаж норвежского парусника. Все кричали, шутили, не знали, как выразить свою радость. Шранцузы раздобыли немецкие велосипеды и катили на восток. Им хотелось поскорее вернуться домой. Среди них всегда находился человек, умевший хорошо встряпать. И зарезав барана, они устраивали пир, приглашали наших солдат, пели, балагурили, смешили даже невозмутимых англичан. В плену все научились немного говорить по-немецки. Бельгиец рассказывал чеху, что он пережил, а югославы и англичане обсуждали, как теперь быть с Германией. Здесь было куда легче договориться, чем на Ялтинской или Потсдамской конференции. Люди понимали друг друга. В Эльбинге в бараках где содержались военнопленные я видел правила, напечатанные на десяти языках. В районе Мазурских озер французы должны были рубить лес и строить военные укрепления. В имении фон Дингофа работали французы, русские, поляки. 105 душ. Железнодорожник Чудовский из Днепропетровска подружился с марокканцем, научил его немного говорить по-русски. В маленьком захолустном Бартенштейне каждая семья, имеющая троих детей, получала работницу, русскую или польку. Одна фермерша мне говорила, что она жила скромно, в ней работали только одна украинка и один итальянец. За них она вносила 60 марок варбайтсамт. Теперь это известно всем, а тогда это меня потрясало. Воскресили рабство античного мира, но вместо Эврипида Бальдур фон Ширах, а вместо Акрополя Освенцим. Француз, военный врач, рассказал, что неподалеку от их лагеря был другой, где держали советских военнопленных. Началась эпидемия Тифа. Гитлеровский врач говорил, лечить их нечего, все равно умрут. Каждый день зарывали умерших. Я видел, говорил француз, как вместе с трупами зарывали еще живых. Вспомнить не могу без ужаса. В Бартенштейне наши саперы нашли в кухне тетрадку. Это был дневник русской девушки. Тетрадку я увез. В ней были простые, поэтому убедительные записи. 26 сентября. Воспользовалась тем, что ее нет, и навела радио на Москву. Харьков наш. Я потом весь день плакала от радости. Говорю себе, дура, ведь наша берет. И плачу, плачу. Вспомнила Петчин. Где он теперь, жив ли? Может быть, забыл меня. Все равно, лишь бы жил. Я знаю, что мне не дожить до свободы. Но теперь я, наверное, знаю, что наши победят. 11 ноября. Мой день рождения. Вспомнила, как приходила Таня и Ниночка. Мы пили чай с пирожными, спорили о книгах. Таня расхваливала своего и... Думала ли я, что буду выносить ее ночные горшки и выслушивать насмешки? Не знаю, как звали девушку, не знаю, дожила ли она до свободы, что с ней приключилось потом. Но я не мог без восхищения глядеть на людей, воистину освобождающих человеческие души, и невыносимо грустно было думать о погибших в киевском окружении по Торжевам у Сталинграда. В Гудштадте я заночевал, утром собирался поехать дальше. Командующий дивизии уговаривал меня, чтобы я задержался, пообедал. Он сказал, что мне необходимо посмотреть на старинный монастырь. Я уступил. Вместо монастыря я увидел развалины. По монастырю била артиллерия. На земле валялась груда книг, маленьких, в кожаных или пергаментных переплетах. Я видел такие в других городах. Молитвенники, псалтыри, Библии, труды отцов церкви. Я хотел было уйти, как сам не знаю, почему наклонился и поднял маленькую книжицу. Я обомлел. Первое собрание стихов Ронсара, изданное в Париже в 1579 году. Второй том, третий, четвертый. Стихи одного из друзей Ронсара Рами Белло. Томик произведения Лукиана во французском переводе. Лукиана я потом подарил Сурицу, а Ронсара и Белло Берегу. На первой странице отметка «Такой-то купил там-то, заплатил столько-то». В 16 веке монахов, которые чрезмерно любили женщин и вино, посылали в отдаленные монастыри, на окраину католического мира. Естественно, что человек, которому нравились стихи Ронсара и Сатиры Лукиана, не был аскетом. Вероятно, когда провинившийся монах умер в забытом семье Гудштадте, его книги попали в монастырскую библиотеку. Немцы не разобрали, что это за книги. В них никто не заглядывал, и они изумительно сохранились. В машине я раскрыл томик Ронсара и снова обомлел. Раскрыл как раз на той поэме, отрывки из которой вставил в падение Парижа. Их читает Жанет Дессеру. Признает даже смерть твои владения. Любви не выдержит земля. Увидим вместе мы корабль забвения и Елисейские поля. Все было несовместимо. Развалены танки, Санбат, Ирансар, Любовь, Елисейские поля. Не парижские, другие. Те, о которых писал Пушкин, а Эдмонда не покинет Женни даже в небесах. Две недели спустя, возвращаясь в Москву в Вильнюсе, я рассказывал Палецкису про швейцарского вице-консула. Мы смеялись, повторяли друг другу, теперь скоро конец. Потом я проехал через разрушенный Минск. Знакомая дорога. Сожженные села, Борисов, кожевенный завод, где гитлеровцы убивали. Снег еще милосердно прикрывал сожженную изрытую землю, ржавую проволоку, пустые гильзы, кости. И вдруг я удивился. Вот и победа! Почему же к радости примешивается печаль? Раньше этого не бывало. Видимо, близость конца позволяет задуматься. Я вспомнил о томиках Рансара. В 1940 году в Париже я писал «Не раз в те громкие больные годы, под шум войны и среднищенства природы, я перечитывал стихи Рансара». Короткое стихотворение кончалось словами «Как это просто все?» Как недоступно любимое дышать и то преступно. В памяти встали пять лет, прошедшие после той весны. Потери, тоска, надежды. Кажется, подходит время, когда можно будет дышать, когда все любимые уснут без тревоги за тонкую нить человеческой жизни. Может быть, станет доступным и другое — радость, подснежники, искусство. Я больше не думал о Растенбурге или Эльбинге. Думал о жизни. Во вступлении к моей книге я писал четыре года назад. Некоторые главы я считаю преждевременным печатать, поскольку в них идет речь о живых людях или о событиях, которые не стали достоянием истории. Много из того, что пережито мною в военные годы, я опускаю. Расскажу теперь о последних неделях войны. Вокруг Кенигсберга на подступах к Берлину, в Венгрии шли кровопролитные бои. Почти каждый вечер в Москве громыхали салюты. Они были трех классов. Первый из 324 орудий 24 залпа, а третий из 124 12 залпов. Москвичи к ним привыкли. Бывали вечера, когда небо три-четыре раза обряжалось ракетами. За что салют? Спрашивала в фойе театра девушка подругу. Та отвечала маленький за какой-то венгерский город. Но если люди успели привыкнуть к победам, то страстно, мучительно они ожидали победу. Ждали письма с фронта от близкого человека, терзались еще больше, чем в предшествующие годы. Наступали те последние четверть часа, которые кажутся вечностью. В марте генерал Толенский покинул Красную Звезду. С новым редактором мне было нелегко. Я утешал себя мыслью, что газетной работе подходит конец, скоро можно будет сесть за книгу. Пока что я продолжал писать статьи для Красной Звезды, для правды, для еженедельника война и рабочий класс. Еще осенью 1944 года я получил письмо из Англии от Леди Гибб. Ею руководили религиозные чувства, она призывала меня предоставить Богу покарать фашистских преступников и не взывать к чувству мести. Я напечатал это письмо в Красной Звезде с моим ответом. Писал, что чувство мести мне чуждо, что солдаты Красной Армии, овладевая городами Трансильвании, в которых было много немецких семейств, не убивали безоружных, что мы хотим справедливости, уничтожения фашизма, подлинного мира, и поэтому не можем предоставить Господу Богу судить гитлеровских злодеев. Я напоминал, что когда слепые политики отдали Чехословакию в руки фашистских палачей, их именовали ангелами мира, на самом деле они были глупыми хитрецами и хитрыми глупцами. Я получил много писем от фронтовиков, возмущенных обращением Леди Гибб. Кажется, еще больше писем получила Леди. Мне потом рассказывали, что почтальоны в небольшом городе, где она проживала, были подавлены лавиной русских писем. Между тем, Леди Гибб случайно оказалась в центре внимания. Дело было, конечно, не в ней. Начиналась борьба между людьми, решившими уничтожить фашизм, и вчерашними мюнхенцами, сторонниками мягкого мира. Несердобольные христиане, а вдоволь циничные политики восставали против решения Ялтинской конференции отдать под суд военных преступников, разрушить Германию и заставить немцев участвовать в восстановлении разрушенных ими городов. Как это не звучит парадоксально, но уже в конце 1944 года, когда немцы контратаковали в Альзасе и Варденнах, нашлись американцы и англичане, озабоченные тем, чтобы оставить Германии, способной преградить путь коммунизму, хотя бы часть ее военной силы. Брейсфорд, автор книги, изданной в Англии в 1944 году, предлагал прежде всего помочь немцам восстановить города Германии, отказавшись от каких-либо репараций, обязать чехословаков обеспечить равноправие с судетским немцам, а вопрос о том, должна ли Австрия составлять часть Германии, решить плебисцитом. Различные телеграммы Тасса выводили меня из себя. В Америке открыли довольно необычную школу. Военнопленные немцы готовились к карьере полицейских в оккупированной Германии. По словам американских газет, слушатели этой школы соглашались на замену фашистского режима демократическим, но настаивали, чтобы американцы финансировали восстановление немецких городов, разрушенных союзной авиацией. Начиная с февраля 1945 года Гитлер начал спешно перебрасывать дивизии с Западного фронта на Восточный. Вполне понятно, что из двух зол гитлеровцы выбирали меньшее. Они успели убедиться, что союзники, занимая немецкие города, снисходительно относятся ко вчерашним нацистам. В Рейнской области сплошь до рядом на посту бургомистра оставался гитлеровец. Газета «Дели Телеграф» осудила английского офицера, позволившего итальянским и русским пленным уйти из имения немецкого помещика. Такие меры разваливают сельское хозяйство Германии. В различные экономические органы, создаваемые союзниками, включались крупные промышленники Рура, представители Треста и Ге. Видно, американский публицист обнародовал книгу, где впервые провозглашал Атлантическую общность. «Бог ты мой, я никак не дипломат, да и не политик. Литература мне всегда была понятнее и ближе сложной политической игры. Если я писал о том, что некоторые западные политики хотят оставить впрок микробы фашизма, то только потому, что помнил Испанию, Мюнхен, знал, какими жертвами оплачена победа над гитлеровской Германией. Я продолжал писать, что мы пришли в Германию не для того, чтобы мстить, а для того, чтобы вырвать фашизм с корнем. Вспоминая отдельный случай насилия в городах Восточной Пруссии, возмутившие нас всех, я привел в Красной Звезде письмо, полученное мною от офицера Курилка. Немцы думают, что мы будем делать на их земле то, что они делали на нашей. Эти палачи не могут понять величие советского воина. Мы будем суровы, но справедливы, и никогда, никогда наши люди не унизят себя. Я писал дальше. Я видел, как русские солдаты спасали немецких детей. Мы не стыдимся этого, мы этим гордимся. Советский воин не тронет немецкой женщины. Он пришел в Германию не за добычей, не за барахлом, не за наложницами. Холодная война еще находилась в засекреченном инкубаторе, и многие люди на Западе говорили, что нужно понять резоны народа, понесшего больше всего жертв. В марте 1945 года Нью-Йорк Геральд Трибюн писала, то, как Оренбург в последнее время подвел итоги военного положения, стоит многословных трудов 50 конгрессменов, 20 комментаторов и дюжины политических экспертов. Это не кабинетная стратегия, а конкретная тактика. Это прямой жестокий характер войны, в которую немцы вовлекли мир. Никто из нас этого не хотел. Русские, заключившие в 1939 году пакт о ненападении, этого не хотели. Мистер Чемберлен, который со сложенным зонтиком прибыл в Роденсберг, этого не хотел. Поляки, французы, англичане, американцы этого не хотели, но немцы настояли на своем и теперь получают то, что они затеяли. Только те, что знают, какова эта война, способны обеспечить при победе мир для нашей истерзанной цивилизации. 11 апреля красная звезда напечатала мою статью «Хватит», мало чем отличавшуюся от предшествующих. «Рассказывая, что Мангейм сдался союзникам по телефону, а в Бранденбурге продолжаются тяжелые бои, я говорил, что фашисты куда более страшатся советской оккупацией, чем англо-американской. «Хватит» относилось к тем политическим кругам Запада, которые после Первой мировой войны сделали ставку на сохранение и развитие германского милитаризма». 12 апреля умер Рузвельт. Это было тяжелой потерей. Теперь у нас перспектива времени, и мы видим, что Рузвельт принадлежал к тем немногочисленным государственным деятелям Америки, которые хотели обновить климат мира и сохранить добрые отношения с Советским Союзом. Москва убралась траурными флагами. Все гадали, что будет делать новый президент Трумэн. 17 апреля я был в Славянском комитете на ужине в честь маршала Тито. Ко мне подсел Александров, спрашивал, не устал ли я, лестно отзывался о моей газетной работе. На следующий день, раскрыв правду, я увидел большой заголовок «Товарищ Оренбург упрощает». Статья была подписана Александровым. Я, конечно, сразу понял, что Александров выступил не по своему почину и что накануне не рассказал мне об этом, потому что испытывал некоторую неловкость. Может быть, поэтому он и расхваливал мои статьи. Александров упрекал меня в том, что я не замечаю расслоения немецкого народа, говорю, что в Германии некому капитулировать, что все немцы ответственны за преступную войну, наконец, что я объясняю переброску немецких дивизий из Запада на Восток страхом немцев перед Красной Армией, в то время, как это провокация, маневр Гитлера, попытка посеять недоверие между участниками антигитлеровской коалиции. Конечно, я не рассказывал бы обо всем этом, если бы писал историю эпохи, но я пишу книгу о своей жизни и не могу промолчать об эпизоде, который причинил мне много трудных часов. Я еще раз оказался наивным, а мне было 54 года. Я не могу сослаться на молодость, неопытность. Видимо, такого рода наивность лежит в моем характере. Я понимал, почему появилась статья Александрова. Нужно было попытаться сломить сопротивление немцев, обещав рядовым исполнителям гитлеровских приказов безнаказанность. Нужно было также напомнить союзникам, что мы дорожим сплоченностью коалиции. Я соглашался и с тем, и с другим. Хотел, как все, чтобы последний акт трагедии не принес лишних жертв и чтобы близкий конец войны стал подлинным миром. Меня огорчало другое. Почему мне приписали не мои мысли? Почему нужно было осудить меня для того, чтобы успокоить немцев? Теперь, когда горечь тех дней давно забыта, я вижу, что в расчете была своя логика. Геббис меня изображал как исчадие ада, и статья Александрова могла оказаться правильным ходом шахматной партии. Моя наивность была в том, что я считал человека не деревянной пешкой. Красная звезда, разумеется, перепечатала статью Александрова. Редактор со мной разговаривал сурово, как с солдатом-штрафником. В редакцию посыпались запросы с фронта, почему нет статьи Оренбурга. Об этом толковали и за границей. Мне предложили написать статью о боях за Берлин. Я знал, что статью редактор пошлет в ЦК, тому же Александрову, и предпочел это сделать сам. Копия письма Георгию Федоровичу у меня сохранилась. Иной читатель прочитал вашу статью, сможет сделать вывод, будто я призывал к поголовному истреблению немецкого народа. Между тем, я, разумеется, никогда к этому не призывал, и это мне приписывала фашистская немецкая пропаганда. Я не могу написать хотя бы одну строку, не разъяснив так или иначе этого недоразумения. Как вы увидите, я сделал это не в форме возражения, а приведя цитату из моей прежней статьи. Здесь затронута моя совесть писателя и интернационалиста, которому отвратительно расовая теория. Ответа я не получил. Только 10 мая на следующий день после победы правда поместила мою статью «Утро мира». Я уже понимал, что мне не дадут оправдаться и для людей, обладающих памятью, ставил без кавычек цитаты из моих статей о том, что нам чуждо чувство мести и что для немецкого народа найдется место под солнцем, когда он очистится от фашизма. К сожалению, статья Александрова не произвела должного впечатления на немцев. Они были деморализованы задолго до этой статьи, но имелись еще боеспособные дивизии, которые продолжали упорно сопротивляться. Что касается союзников, то некоторые из них в первую минуту сполошились. Уже не попытаются ли русские перетащить немцев на свою сторону? Впрочем, они быстро успокоились, понимали, что реки крови не бутылка чернил, и что одна статья не изменит ни отношения советского народа к гитлеровцам, ни страха немецких бюргеров перед коммунизмом. Конечно, солдаты и офицеры союзных армий были настолько потрясены зрелищем Равенсбрука или Бухенвальда, что фашистским главарям не приходилось рассчитывать на пощаду. Но промышленники Рура, генералы Рейхсвера, крупные чиновники Третьего Рейха, гитлеровцы не очень приметные, те, что поспешно жгли партийные билеты, где они найдут влиятельных защитников. Пожалуй, наиболее сильное впечатление статья Александрова произвела на наших фронтовиков. Никогда в жизни я не получал столько приветственных писем. На улице незнакомые люди жали мне руку. Не скрою, я этого побаивался и старался поменьше бывать на людях. Фронтовики присылали мне в утешение подарки. Об одном расскажу. Это было поломанное охотничье ружье, которое льежские оружейники поднесли в год седьмой республиканской эры консулу Бонапарту. Ружье было красивым, с монограммой республики, с брельефным портретом молодого Наполеона, с изображенной чернью на серебре морской битвой против англичан. Надпись «Свобода морей» напоминала о борьбе революционной Франции против блокады. Но как мне не нравилось ружье, еще больше обрадовало меня письмо от солдат, которые его нашли на прусской дороге и прислали мне. В нем были добрые слова о моих статьях трудного времени, сердечность, ласка. Пришел Сурец, сказал «Зря огорчаетесь, это не против вас, просто в его нравах, узнаю почерк». В общем, он оказался прав. Несколько недель меня не печатали, потом все забылось, и теперь о статье Александрова вспоминает только реваншисты из «Зольдатенцайтунг». А вот вопросы, которые меня волновали в последние месяцы войны, увы, не устарели. Приветствуя в апреле 1945 года союзных солдат, гитлеровцы знали, что они делают. Требовалось крылышко, под которым можно укрыться, отдышаться, переждать, чтобы потом, выйдя на свет Божий, снова заговорить о красной опасности, о защите Запада, об исторической миссии Германии. На моем столе свежие газеты, сообщения о маневрах германской армии, о демонстрации судецких немцев, о выступлении военного министра Штрауса. Тяжело читать, тяжело вспоминать. Сказку про белого бычка можно не слушать, но я пишу эту книгу в Новом Иерусалиме, рядом братская могила, давно заросшая травой. Сегодня светлый осенний день, впервые идут в заново отстроенную школу важные малыши. Я не могу не думать о том, что их ждет. В конце апреля сводка Софинформбюро сообщила, что в западном предместе Берлина войсками Первого Украинского фронта освобожден из немецкого плена Эдуард Эрио. Два дня спустя мне позвонили. Эрио спрашивает, в Москве ли вы. Он хотел бы вас повидать. Эрио обнял меня. Малыш, это было нелегко. Рассказывая о пережитом, он взволновался и вдруг перешел на ты. Я с ним познакомился в середине двадцатых годов. Встречались мы редко в посольстве у Довголевского, в Палате депутатов, в Лионе, в Марселе во время съезда радикальной партии. Раза два или три вместе обедали. Он охотно рассказывал, я охотно слушал. Я чувствовал, что он ко мне расположен. Но смешно было говорить о дружбе. Между нами были два десятка лет, позволившие ему называть меня малышом, да и жили мы в различных мирах. Для премьер-министра, председателя парламента, мэра Леона, литература была отдыхом, а для меня политика являлась скорее военной службой, чем страстью или профессией. У него было одно из тех лиц, которые остаются в памяти. Большая голова, жесткие волосы, выпуклый лоб, мясистые щеки. Все это напоминало работу современного скульптора, пуще всего боящегося пригладить ком глины. А голубые глаза ласково мерцали. До войны карикатуристы изображали Эрио с огромнейшим животом. Родился он в Шампании, но полвека прожил в Лионе, который славится тонкой кухней, любил вкусно поесть, не заботясь о своей талии. Я нашел его сильно похудевшим, пиджак на нем висел. Хотя немцы обращались с ним куда лучше, чем с обычными арестованными, приехав в Москву, он все время хотел есть. Когда его пригласили в ВОКС, он спросил меня шепотом, как вы думаете, нам дадут перекусить. Улыбаясь, он рассказал мне, как его освободили красноармейцы. Вошел ваш офицер солдаты. Я закричал «Француз! Эдуард Эрио!» И можете себе представить, он знал мое имя. Пожал руку, смеялся, повторял «Эрио» на русский лад. Эрио постарался произнести свою фамилию с ударением на первом слоге. Он говорил, что видел панику, понимал, не сегодня-завтра петрозвязка убьют или освободят. Но хорошо, что меня освободили ваши, ведь вся моя политическая биография связана с идеей франко-советской дружбы. Вы-то это знаете. А я начинаю думать о биографии. Нужно, чтобы все увязалось. Он долго рассказывал, что пережил после разгрома Франции. Много из того, что он говорил, я знал, но мне было интересно, как это воспринимает Эрио. Я увидел, что не ошибался, считая его одними из самых ярких представителей Франции прошлого века, той, что продержалась до Первой мировой войны. Дело не только в возрасте, но и в идеях, в характере, в привычках. Конечно, как политический деятель он должен был проиграть со своей отсталой стратегией, с устаревшим оружием, со словами, вышедшими из обихода, но именно эти анахронизмы меня к нему притягивали. Кажется, на следующий день ему показали в маленьком просмотровом зале Вокса военную кинохронику. Он восхищенно смотрел на наши танки, продвигавшиеся по немецким дорогам. Потом на экране появились трупы, печи Освенцима, тюки с женскими волосами, подготовленные для отправки в Германию. Я переводил шесть тонн женских волос, и вдруг увидел, что Эрио закрыл глаза, по его щеке катились слезы. Когда мы вышли из зала, он сказал, я об этом не знал. Мне, видимо, время умереть. Я ничего не понимаю. Вы знаете, почему я увлекся политикой? Из-за Дрейфуса. Я был преподавателем, мечтал о литературной работе. И вдруг дело. Одного человека неправильно осудили только потому, что он был евреем. И вся Франция раскололась. Мне было двадцать шесть лет. Я кричал до хрепоты. Золя, Жорес, Анатоль Франц. Шли телеграммы Лев Толстой, Верхарн, Марк Твен. Все протестовали. Одного невинного послали на чертов остров. Скажите, вы понимаете, что произошло с человечеством? Я лично ничего не понимаю. Шесть тонн женских волос. Я знаю, что это нацисты, немцы, ведь это наши современники, соседи. У них был Бетховен. Немцев он не любил. Говорил, больше всего меня удивляет их коварство, даже больше, чем жестокость. Я говорил с Штреземаном, и в течение четверти часа он трижды мне солгал. Он мечтал об одном, после короткой передышки, отыграться, восстановить первенство в Великой Германии. Однако нелюбовь к немцам у Эриони связывалась с расизмом или шовинизмом. Он обожал старую немецкую музыку, помогал антифашистским немецким беженцам. Это может звучать удивительно, даже чудовищно для человека, который часто стоял во главе правительства большой державы в середине двадцатого века, еще имели первостепенное значение вопросы вполне старомодные, например, сдержать данное слово, спасти честь. Нужно платить долги Америке, мы ведь дали слово. Англичане допускают перевооружение Германии, где же их обещание? Мы обманули чехов, это пятно на честь Франции. Бельгийский король, сын короля рыцаря, поступил недостойно, капитулировал, не запросив союзников. Нельзя сложить оружие, мы связаны договором с Англией. В трагические дни июля 1940 года Рио поддерживал проект отъезда правительства в Алжир, где можно будет организовать сопротивление. Одновременно он показал всю свою слабость, просил, чтобы его Леон объявили открытым городом. Говоря, что Петен коварнее немцев, Рио все же взывал к его чувству справедливости. Собрали национальную ассамблею, депутатам было предложено отречься от себя и похоронить республику. На первом заседании председательствовал Рио. Своей речи он сказал, наш народ, переживающий великую беду, объединился вокруг маршала Петена, имя которого вызывает общее благоговение. Рассказывая мне о том времени, он признавался, это было одной из самых больших ошибок в моей жизни. Конечно, я знал, что Петен ненавидит республику, но мне казалось, что в нем есть понятие чести, и он не осмелится поднять руку на свободу. Рио не протестовал против капитуляции. Он примирился с передачей всей власти Петену, но он не мог принять обвинения выдвинутых против депутатов, которые уехали в Алжир. Они повиновались долгу, чести. Профашистские депутаты возмущенно прерывали его, и, вспоминая об этом, Рио мне говорил, настоящие каннибалы. То же слово вырвалось у Золя, когда сиятельная черни во время дела Дрейфуса улюлюкала под его окнами. В начале июня 1941 года Рио потребовал от Петена, чтобы тот оградил достоинство Франции. Помилуйте, немцы лишают депутата Вальзаса и Латарингии право называть себя членами французского парламента. В августе 1942 года, когда Германия казалась непобедимой, когда ее войска дошли до Волги, до Северного Кавказа, до границ Египта, Рио выступил трижды. Он протестовал против расстрела немцами с заложников, ссылаясь на Гаагскую конвенцию, возмущался преследованиями французских евреев, наконец вернул свой орден почетного легиона, после того, как такие же ордена были выданы двум изменникам, сражавшимся в России на стороне Германии. Эрио арестовали, а осенью 1944 года передали гитлеровцам, которые отправили его в Германию. Если подойти к этим противоречивым поступкам, как к политике крупного государственного деятеля, то останется только развести руками. Да, конечно, Эрио был одним из лидеров радикалов, этой чрезвычайно пестрой, рыхлой партии, объединявшей бедных крестьян юга и крупных дельцов, свободолюбивых учителей и полуфашистов, называвших себя младорадикалами. И все же удивительно, как столь противоречивый человек, смелый и растерянный, образованный и наивный, мог в течение многих лет возглавлять правительство великой державы. Но если вспомнить, что Эрио сформировался в прошлом столетии, что он был автором книг, посвященных госпоже Рекамье, философу Филону Александрийскому и Молодой Советской Республики, что он мог в перерыве между двумя заседаниями Совета Министров беседовать с русским писателем о Декарте или о вкусах советской молодежи, что каждую неделю он лично принимал в мэрии Леона всех просителей, терпеливо выслушивая их жалобы, что он гордился с знакомством не с королями, не с магнатами промышленности, а с Горьким и с Эйнштейном, то многое в его биографии станет понятным. После Второй мировой войны правые упрекали Эрио за то, что он якшался с красными, а левые говорили о его неблагодарности, он забыл, как танцевал от радости, когда его освободили советские солдаты. Эрио ничего не забывал, просто он оставался самим собой, непоследовательным в политике и верным в своих привязанностях. Весной 1954 года я был у него в Леоне. Среди прочего, мы заговорили о советском искусстве. Я сказал ему, что считая обращение французского правительства Сулановых и другими артистами московского балета позорным. Их пригласили на гастроли и вдруг запретили выступать, ссылаясь на события винта Китая. Эрио внимательно слушал, подошел к письменному столу и написал здесь же письмо, адресованное мне, пользуясь случаем, чтобы сказать вам, как я сожалею об инциденте с балетом и как я его осуждаю. Злая судьба как бы чинит все препятствия франко-русскому сближению, которого я, как старый демократ, страстно желаю. Я заверяю вас, что большинство французов в этом согласны со мною. Он дал мне листок. Можете напечатать. Вскоре после этого болезнь Эрио обострилась. Он не мог передвигаться. В августе 1954 года национальное собрание должно было ратифицировать договор о европейском оборонительном сообществе, говоря проще о согласии Франции на ремилитаризацию Западной Германии. Эрио приехал на заседание палаты. Он не смог подняться на трибуну и выступал сидя в кресле. Он резко осудил внешнюю политику Франции, сказал, что залог европейской безопасности во франко-советском сближении и обратился к депутатам с предостережением. Видите ли, дорогие коллеги, вы не найдете мира, если будете его искать на дорогах войны. В 1956 году в Лионе состояло совещание представителей различных миролюбивых организаций, посвященной опасности возрождения германского милитаризма. Мы заседали в кабинете Эрио. Его здоровье ухудшалось с каждым месяцем. Он все же захотел приветствовать нас. Он шел с трудом, его поддерживали. Он сказал о том, что нужно бороться за мир, что оружие в руках боннского правительства угроза всей Европе. Он выглядел слабым, дряхлым, но глаза по-прежнему ласково мерцали, и голос был молодым, звонким. Больше я его не видел. В Москве в 1945 году он хотел побеседовать с одним из руководителей советской политики. Отношения между союзниками были скорее натянутыми. Состав французского посольства успел перемениться. Французские дипломаты сказали Эрио, русские справлялись, когда вы предполагаете уехать. Это больше, чем намек. Видимо, кому-то хотелось рассорить Эрио с его советскими друзьями. У него тогда не было трубочного табака. Я долго искал, наконец раздобыл несколько пачек золотого руна, позвонил Эрио, но мне ответили, что он неожиданно уехал. Я послал табак вдогонку и вскоре получил письмо. Ваш табак я получил в Тегеране. По моим расчетам его хватит до конца моей жизни. Я очень сожалею, что пришлось уехать, не простившись с вами, что не удалось провести вместе исторический день победы, не удалось завершить должное пребывание в Москве, но в десять часов вечера мне сказали, что я должен вылететь в четыре часа утра. Он дожил до восьмидесяти пяти лет и умер за год до конца четвертой республики. Его пристрастие и отталкивание не менялись. Он не любил военщину, клерикалов, пруссаков, шовинистов, антисемитов, не любил коварства, мезикхолов и строгой диеты. А любил он традиции якобинцев, Леон, Декарта, русских, Бетховена, красноречия, популярность и вино Божоле. В 1954 году, когда я был у него, он вдруг заговорил о поэзии, рассказал, как в молодости встретил старого спившегося верлена, который хлопотал о пособии. «Вы любите Вийона», сказал он, «а знаете ли вы стихи леонской поэтессы шестнадцатого века Луизы Лабе?» И он прочитал начало одного из ее санетов. «Живу и гибну, и горю дотла, я замерзаю, не могу иначе, от счастья я в тоске смертельной плачу, легка мне жизнь, легка и тяжела». Может быть, этими стихами лучше всего закончить рассказ о Борио. Но, чтобы вернуться к нити повествования, напомню, 2 мая он говорил мне, «Скоро я чокнусь с вами, со всеми русскими друзьями, за одержанную победу». А накануне победы его посадили в самолет. Я хорошо помню последние дни войны. В Берлин мне поехать не удалось из-за статьи Александрова. Я сидел у приемника и ловил Лондон, Париж, Браззавиль, ждал развязки. Войны начинаются почти всегда внезапно, окончаются медленно, уже ясен исход, но люди еще гибнут и гибнут. В апреле я писал, «В Германии некому капитулировать. Третий рейх умирал, как и жил, бесчеловечно. Не было теперь кильских моряков, не было даже принца Макса Баденского. Не нашлось ни одного полка, ни одного города, который хотя бы в последнюю минуту восстал против нацистских главарей. Один немецкий остряк потом говорил, что красные гордины повсюду остались невредимыми, зато не было больше простынь, белые тряпки выползали из всех окон. Союзники теперь продвигались быстро. Один немецкий город сдавался за другим. А в Берлине шли бои, и в Берлине сдавался дом за домом. Ветераны, помнившие империю Гогенцолернов, школьники, одураченные дешевой романтикой, эсэсовцы, боявшиеся расплаты, стреляли в советских солдат из окон, с крыш, а фашистские главари закатывали истерики в бомбоубежищах или тихонько пробирались на запад, переодевались, гримировались. 1 мая немецкое радио сообщило, что Гитлер погиб как герой в Берлине. День или два спустя Лондон передал, что фюрер покончил жизнь самоубийством вместе с Геббельсом. Геринг и Гиммлер скрылись. Адмирал Денитс объявил, что возглавляет новое правительство. Однако составить его было трудно, оппозиции в Германии давно не было, а люди, еще вчера поддерживавшие Гитлера, мечтали скорее о швейцарском паспорте, чем о министерском портфеле. Вечером 7 мая я слушал Браззавиль. В Рейнсе представители Денитса и германского командования подписали акт о капитуляции. От Советского Союза документ подписал полковник. Три раза я прослушал сообщение, но так и не разобрал, о каком полковнике идет речь. Диктор не мог выговорить русское имя. Оказалось, это был полковник Суслопаров, которого я знал. Он был военным атташе во Франции. Браззавиль сообщил также, что 8 мая объявлено праздничным днем. Я взволновался, позвонил в редакцию. Мне сказали, что нельзя доверять слухам. Возможно, это провокация. Попытка сепаратного мира, так или иначе, военные действия продолжаются. 8 мая из Лондона, из Парижа передавали радостный гул толпы, песни, описания демонстраций, речь Черчилля. Вечером были два салюта за Дрезден и несколько чехословацких городов. Однако с двух часов дня не умолкал телефон. Друзья и знакомые спрашивали, вы ничего не слыхали? Или таинственно предупреждали, не выключайте радио? А московское радио рассказывало о боях за Лебаву, о успешной подписке на новый заем, о конференции в Сан-Франциско. Поздно ночью наконец-то передали сообщение о капитуляции, подписанной в Берлине. Было, кажется, два часа. Я поглядел в окно, почти повсюду окна светились, люди не спали. Начали выходить на лестницу, некоторые неодетые, их разбудили соседи. Обнимались, кто-то громко плакал. Четыре часа утра на улице Горького было людно. Стояли возле домов или шли вниз в Красной площади. После дождливых дней небо очистилось от облаков и солнце отогревало город. Так наступил день, которого мы столько ждали. Я шел и не думал, был песчинкой, подхваченный ветром. Это был необычайный день и в своей радости и в печали. Трудно его описать. Ничего не происходило, и однако все было полно значения, любое лицо, любое слово встречного. Пожилая женщина показывала всем фотографию юноши в гимнастерке, говорила, что это ее сын, он погиб прошлой осенью. Она плакала и улыбалась. Девушки, взявшись за руки, что-то пели. Рядом со мной шла женщина и мальчик, который все время повторял, вот это майор, ура, старший лейтенант, орден отечественной второй степени, ура. У женщины было милое, изможденное лицо. Вдруг я вспомнил, как в начале войны на Страстном бульваре сидела женщина с сыном, который шалил, а она плакала. Мне показалось, что это она. Наверное, и сходства не было, просто два лица сливались в одно. Девочка сунула моряку букетик подснежников, он хотел ее обнять, она фыркнула и убежала. Старик громко сказал «Вечная память погибшим!» Майор на костылях поднес руку к козырьку, а старик рассказывал «Жена просила «Скажи!» «Она простыла, лежит!» «Гвардии старшина Березовский!» «Две личные благодарности от товарища Сталина!» Кто-то сказал «Ну, теперь скоро вернется!» Старик покачал головой «Погиб смерти героя!» 18 апреля командир написал «Жена просила «Ты расскажи!» «Я говорил, что было много печали!» «Все вспоминали погибших!» «Я думал о Борисе Матвеевиче!» «И мне казалось, что в ту ночь, когда мы читали роман Хемингуэя, он хотел что-то рассказать, но мы торопились, и разговора не вышло!» «Думал о том, что мы жили рядом, а я с ним мало разговаривал!» «То есть, говорили мы много, но все о другом, не о главном!» «Я думал о добром Жене Петрове!» «Вспоминал, как он, смеясь, говорил, «Вот кончится война, напишу классический роман в семи томах о героизме комиссара государственной безопасности третьего ранга Юстиана Иннокентьевича Пракакина Стукала!» «Вспомнил, как он уговаривал меня надеть теплое белье!» «Вы не пижон и мажайск ненится!» «Вспомнил товарищей по красной звезде молодых поэтов Михаила Кульчицкого, Павла Когана, Тацинцев, Черняховского, Юрия Севрука из знамени и здорового Мишу, который под Ржевом читал мне свои стихи. Почему-то все время перед моими глазами вставал Ржев, дождь, два дома, полковник и подполковник, как будто не было потом ни Касторной, ни Вильнюса, ни Эльбинга, все ржев да ржев. Кажется, не было в нашей стране стола, где люди, собравшись вечером, не почувствовали пустого места. Об этом потом написал Твардовский. «Под гром пальбы прощались мы впервые со всеми, что погибли на войне, как с мертвыми прощаются живые». Днем на Красной площади подростки веселились, их веселье передавалось другим. Да и можно ли было не радоваться? Кончилось! Качали военных. Один офицер протестовал. «Но меня за что?» В ответ кричали «Ура!» Несколько военных узнали меня, кто-то крикнул «Оренбург!» Начали меня качать. «Неприятно, когда тебя подкидывают вверх, а главное неловко». Я молил «Хватит!» на это только подзадоривало солдат, и меня подбрасывали еще выше. Кончилось. Я повторял это Любе, Ирине, Савичем, знакомым, чужим. Слов нет, чтобы сказать, как я возненавидел войну. Из всех человеческих начинаний, порой жестоких и безрассудных, это самое окаянное. Нет для него оправдания, и никакие разговоры о том, что война в природе людей, или что она школа мужества. Никакие киплинги и киплингствующие, никакая романтика мужских бесед у костра не прикроет ужаса убийства оптом судьбы выкорчеванных поколений. Вечером передавали речь Сталина. Он говорил коротко, уверенно, в голосе не чувствовалось никакого волнения, и назвал нас не как 3 июля 1941 года братьями и сестрами, а соотечественниками и соотечественницами. Прогремел небывалый салют, полило тысячи орудий, дрожали стекла, а я думал о речи Сталина. Отсутствие сердечности меня огорчило, но не удивило. Он генералиссимус, победитель. Зачем ему чувства? Люди, слушавшие его речь, благоговейно восклицали Сталину «Ура!» Это тоже давно перестало меня удивлять. Я привык к тому, что есть люди, их радость, все горе, а где-то над ними Сталин. Дважды в год его можно увидеть издали. Он стоит на трибуне вавзолея. Он хочет, чтобы человечество шло вперед. Он ведет людей, решает их судьбы. Я сам писал о Сталине победители. Я думал о солдатах, веривших в этого человека, о партизанах или заложниках, о предсмертных письмах, заканчивавшихся словами «Да здравствует Сталин!» Вспоминая вечер девятого мая, я мог бы приписать себе другие, куда более правильные мысли, ведь я помнил судьбу Горева, Штерна, Смушкевича, Павлова, знал, что они были не изменниками, а честнейшими и чистейшими людьми, что расправа с ними, с другими командирами Красной Армии, с инженерами, с интеллигенцией дорого обошлась нашему народу. Но, скажу откровенно, в тот вечер я об этом не думал. В словах, произнесенных, вернее, изреченных Сталином, все было убедительно, а залпы тысячи пушек прозвучали как Аминь. Наверное, все в тот день чувствовали, вот еще один рубеж, может быть, самый важный, что-то начинается. Я знал, что новая послевоенная жизнь будет трудной, страна разорена и бедна, на войне погибли молодые и сильные, может быть, лучше. Но я знал также, как вырос наш народ, помнил мудрые и благородные слова о будущем, которые не раз слышал в блиндажах и землянках. И если бы кто-нибудь сказал мне в тот вечер, что впереди ленинградское дело, обвинение врачей, словом, все, что было разоблачено и осуждено десять лет спустя на двадцатом съезде, я счел бы его сумасшедшим. Нет, пророком я не был. Начиная спереди на апреле, я располагал досугом и много думал о будущем. Порой меня охватывала тревога. Хотя в последние недели из наших газет исчезли сообщения о распрях между союзниками, я понимал, что подлинного согласия нет и вряд ли оно будет. Меня удивляло, как снисходительно говорили американцы и англичане о Франко, о Салазаре. Я боялся, что западные союзники будут добиваться такого мира, при котором немецкая военщина сможет быстро встать на ноги. В моем блокноте записана передача французского радио, беседа с одним немецким генералом, который сдался в плен американцам. Его любезно приняли вставки, отвечая на вопросы журналистов, он сказал, «Гитлер совершил непростительную ошибку, направил удар на Запад, мы за это расплачиваемся. Я надеюсь, что ваше правительство поступит разумнее, ведь через 10 лет вам придется в войне против русских опираться на Германию». Репортер возмущенно добавлял, что такие декларации могут вызвать улыбку презрения. Я слушал и не улыбался. В радиопередаче сообщали о том, что американцы ведут переговоры с адмиралом Деннисом, который наконец-то нашел министров и обосновался в небольшом городе Фленсбург возле датской границы. Все поздравляли Сталина, прославляли Красную Армию, и все-таки на душе было неспокойно. А что будет у нас после войны? Об этом я еще больше думал. Нужны новые методы воспитания. Не окрики, не зубрежка, не компания, а вдохновение. Нужно вдохнуть в молодых начало добра, доверия, огонь, исключающий безразличие к судьбе товарища, соседа. Главное, что теперь будет делать Сталин? По поручению Красной Звезды Ирина в марте поехала в Одессу. Оттуда отправляли англичан, французов, бельгийцев, освобожденных Красной Армией. Тогда же прибыл из Марселя транспорт с нашими военнопленными. Среди них были убежавшие из плена боровшиеся в отрядах французских партизан. Ирина рассказала, что их встретили как преступников, изолировали, говорят, будут отправлять в лагеря. Минутами я спрашивал себя, не повторится ли 37-й. Но опять меня подводила логика. Я говорил себе, в 37-м был страх перед фашистской Германией и открыли огонь по своим. Теперь фашизм разбит, Красная Армия показала свою силу, народ пережил слишком много, прошлое не может повториться. Еще раз я принимал свои желания за действительность, а логику за обязательный предмет в школе истории. Я говорю об этом, потому что хочу понять, почему поздно вечером того необычайного дня я написал стихотворение с заголовком Победа. Оно не длинное, и я его приведу целиком. О них когда-то горевал поэт, они друг друга долго ожидали, а встретившись, друг друга не узнали. На небесах где горя больше нет, но не в раю, на том земном просторе, где шаг ступи и горе, горе, горе. Я ждал ее, как можно ждать любя, я знал ее, как можно знать себя, я звал ее в крови, в грязи, в печали, и час настал, закончилась война. Я шел домой, навстречу шла она, и мы друг друга не узнали. Фадеев как-то спросил меня, когда я написал эти стихи, я ответил, что в день победы он удивился, почему, я честно признался, не знаю. Да и теперь, вспоминая тот день, я не понимаю, почему именно такой увидел я долгожданную победу. Вероятно, в природе поэзии чувствовать острее, да и глубже. В стихах я не пытался быть логичным, не утешал себя, я передавал недоумение, тревогу, которые таились где-то в глубине. Я стараюсь как можно точнее восстановить тот далекий день. Я перечитал написанные и вдруг смутился. Читатель может подумать, что я только рассуждал, тревожился. А я радовался вместе со всеми, улыбался, поздравлял, победа. Я вспоминал ночи Мадрида, эсэсовцев на парижских улицах, Киев. Бог ты мой, какое счастье! Что там ни говори, начинается новая эпоха. Наш народ показал свою силу, плохо подготовленный, застигнутый врасплох. Он не сдался, стоял насмерть под Москвой у Волги. Повержелся лицом к захватчику, повалил. Я вспомнил статью в Christian Science Monitor. Может быть, последующую эпоху окрестят русским веком. Все это размышления над будущим. А хочется мне кончить рассказ о 9 мая другим. Это был день необычайной близости всех. И сказывалась она не только в том, что незнакомые люди на улице целовались. В улыбках, в глазах, в каком-то тумане сочувствия, нежности, который ночью окутал город. Последний день войны. Никогда я не испытывал такой связи с другими, как в военные годы. Некоторые писатели тогда написали хорошие романы, повести, поэмы. А что у меня осталось от тех лет? Тысячи статей, похожих одна на другую, которые теперь сможет прочитать только чрезмерно добросовестный историк. До несколько десятков коротеньких стихотворений. Но я пуще всего дорожу теми годами. Вместе со всеми я горевал, отчаивался, ненавидел, любил. Я лучше узнал людей, чем за долгие десятилетия. Крепче их полюбил. Столько было беды, столько душевной силы. Так прощались и так держались. Об этом тоже я думал ночью, когда погасли огни ракет, стихли песни, и женщины плакали в подушку, боясь разбудить соседей. О горе, о мужестве, о любви, о верности. О верности.